Продолжение следует... 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 Первый – это процесс интеграции национальных культур цивилизации человеческой, европейской цивилизации, русской цивилизации и восточной цивилизации в общую объединительную какую-то культуру, которая сейчас намечается, формируется, выстраивается. Второй аспект, который для нас интересен на текущий момент – это изъединение производительных сил человечества в единый такой-то общий народный концерт, где модернизация России предстает как один из частных процессов. Естественно, в этих двух аспектах локомотивом двигательно наступает молодежь. Почему? Потому что молодежи жить в этом формирующемся будущем. Соответственно, нам встает вопрос, а каковы идеалы, каковы ценности у современной молодежи? Каковы факторы, влияющие на формирование идеалов и ценностей? Вот так поставлю проблему и передам слово Алексею Северкову. Он выступит под проблемой тенденции и перспективой мобилизации России. Я поставил свои задачи осветить на тенденции перспективы мобилизации в России, потому что у нас на форме участвуют и европейские коллеги, они светят, как это происходит в Европе. Посмотрим теперь, что происходит в России. Под модернизацией мы понимаем выведение общества, которое переживает глубокий и затяженный кризис общекультурного характера. Мы стоим в исторические короткие сроки на уровень передовых стран. Поэтому первый вопрос, который встает в этой теме, какие страны в мире являются передовыми. То есть, когда осветят и европейский опыт, есть мы вопрос обсудим. То есть, на какие страны нам нужно равняться. Модернизация современную эпоху, она отличается от всех модернизаций, которые Россия проходила. Если вспомнить советский опыт, модернизация метра первого, отличается она тем, что ключевыми показателями, в отличие от прошлых модернизаций, внутри не являются показатели, которые были в прошлой эпоху. Это показатели, например, производственного роста, финансовой системы. А в нынешнюю эпоху ключевыми показателями является, прежде всего, образование. И, в частности, в связи с этой темой, необходимо ответить к два вопроса. Первый вопрос – это то, что в современных образовательных стандартах эта проблема действительно существует. Поскольку представлен Санкт-Петербургский политехнический университет, мы с этой проблемой напрямую взаимодействуем, пытаемся решить путем изменения образовательных стандартов в том числе. И вот, в образовательных стандартах присутствуют научные воззрения, которые, к сожалению, неадекватны в сложившейся ситуации. И, собственно говоря, именно эти научные воззрения, они привели нашу сторону к необходимости модернизации. Вторая проблема, с которой мы сталкиваемся, это то, что наша современная система образования, она настроена на то, чтобы закрепить некие стереотипы у учащихся, с помощью которых они бы могли решать проблему. Но поскольку информационные условия в нашем обществе сейчас таковы, что количество информации постоянно растет, и жизнь подвигает нестандартные требования, то, соответственно, необходимы эти проблемы решать вот стенды возникновения потребностей в решении. А те стереотипы, которые студенты, так сказать, школьники осваивают системе образования, они просто-напросто не позволяют этого делать, потому что осваивание стереотипов идет медленнее, чем возникновение проблем. И поэтому основной задачей остановится системе образования помочь учащемуся выработать навыки самостоятельного освоения информации, самостоятельного освоения знаний. И третий аспект, который я хотел бы отметить, это то, что существует в обществе такая тенденция, когда, в общем-то, в чем проблема заключается? В том, что раньше мы имели некие структуры управленческие. Эти структуры управленческие, они закрепились, и, опять же, когда возникают проблемы, требуется, так сказать, быстрое, своевременное решение проблемы этими структурами. Но эти структуры, постные структуры, они не позволяют быстро эти проблемы решать. И поэтому сейчас нам требуется создание неких виртуальных структур, таких динамичных, которые, что называется, возникают, высыпаются, как пузыри на лужах во время дождя. И чтобы эти виртуальные структуры, они могли бы решать проблемы в темпе возникновения потребностей. И будущее, как мы видим, и в России, и в мире в том числе, за такими вот самоуправляемыми структурами, которые постепенно возникают, мы, в общем-то, уже с этим сталкиваемся. И поэтому вот на этом, кажется, я хотелось заострить внимание. Все остальные показатели, в которые нужно отметить, это, конечно, показатели производные, вот от этих двух. Тенденции перехода общества к самоуправлению, и тенденции необходимости, так сказать, влечения качества образования. Это тенденции и обновления производственной сферы, то есть, новые технологии. Это необходимость массового выпуска продукции, которые будут отвечать современные требованиями экономичности, пневмологичности, то есть, чтобы она была безопасна для здоровья человека. Это тенденции интеграции общества, интеграции разных культур, консолидации для того, чтобы мы могли совместно решать разные проблемы. Еще одна вещь, о которой необходимо отметить, это то, что нам требуется большое внимание уделять вопросам экологии, то есть, возрождать биоцинозы, где осуществляется хозяйственная деятельность людей, и создавать новые заповедники, где была запрещена хозяйственная деятельность людей вообще, чтобы, примыкая к тем зонам, где она ведется, эти заповедники позволяли восстанавливать природу. Потому что общая проблема для России и Европы – это из года в год ухудшающаяся экология. И пока что даже введение всевозможных ресурсосберегающих, энергосберегающих и прочих технологий, оно, к сожалению, эту проблему решить нам не позволяет. Кроме того, хотелось бы отметить то, что в обществе нашем есть определенные тенденции, которые так или иначе влияют на процесс модернизации. Эти тенденции мы унаследовали, в общем-то, от прошлого, и хотелось бы перечислить их и оценить, как вот за прошедшие несколько последних десятилетий они усугубились, либо, наоборот, будут способствовать модернизации. Первый – это объединяющее общество идеалы. То есть, есть ли в нашем обществе идеалы, которые способны объединить все слои общества для решения вышепоставленных проблем? На данный момент мы можем сказать, что таковых идеалов пока что нет. И поэтому общество расслоилось на те или иные социальные группы, которые придерживаются тех или иных взглядов. То есть, потенциал модернизации по этому показателю пока что отсутствует. Второй вопрос, который я хотел бы отметить, это отношение к вопросам атеизма и религии. То есть, на данный момент, что мы имеем в обществе? Наше общество одинаково и нередрительно относится как к религиозным конфессиям, то есть я имею в виду большинство, так и к самому юридическому религии, как атеизм, то есть то, что в нашем советском прошлом году. Потом отношение общества к государственным структурам. К сожалению, за последние несколько десятилетий отношение общества к государственным структурам улучшилось. То есть, за исключением, так сказать, энного количества вины государственных деятелей, в основном к чиновничеству общества существует недоверие. Следующий – это готовность, в свою очередь, нашей государственной власти служить обществу. Она также отсутствует, потому что отсутствуют вот и идеалы, которые способны объединить наше общество. И, к сожалению, государственная власть, она не видит, ради чего она должна служить обществу. Про проблему социального расслоения я уже сказал. Кроме того, хотел бы отметить такие вопросы, как доверие к СМИ и к науке. Поскольку СМИ проводит информационную политику по большей части не способствующую развитию общества, а способствующую развитию порогов, собственно говоря, об этом говорили многие государственные деятели в последнее время, поэтому доверия населения к СМИ отсутствует. Что касается науки, то наука, она не готова решить проблему модернизации, это очевидно, особенно экономика, потому что, в общем-то, он в свое время еще перестройку, академик Анчишкин, который выделял институту научно-технического прогресса, Ансер, он сказал, что экономика не готова решать проблемы, мы не видим пути решения, и с этого момента по сейденности ничего не изменилось. Иначе говоря, в жизни общества она, в общем-то, улучшалась. Но финансовый кризис подтверждает, что рецептов решения проблем на данный момент в магазине наук нет, и в университетах тоже. Отсюда и вытекает вопрос, как это проблема. То есть, недавно как раз госпрезидент говорил о том, что необходимо послать некоторое количество услуги за границу, чтобы они получили западных европейских и американских университетов с целью поднабраться опыта, каких-то знаний для решения проблем. Но, к сожалению, я думаю, что это будет тоже неэффективным средством, причем потому что Европа и Соединенные Штаты точно так же, как мы переживаем финансовый кризис, и точно так же проводили консультации с нами, для того, чтобы мы не сказали, как выйти из этого кризиса. А наши государства сами не могут дать этих рецептов. Кроме того, соответственно, тоже стоит отметить такой вопрос, как соответствие оглашаемых целей и реальные практики дел. Тоже тут проблема, потенциалу на должностях нет, потому что цели ставятся хорошие, но поскольку нет методов решения, данные проблемы, то, в общем-то, и нет практики, подтверждающей достижение этих целей. И, собственно говоря, хотелось бы закончить такой момент, как наличие энтузиазма. Если в перестройку, в 80-е годы, энтузиазм у людей был, а не с вдохновением смотреть в будущее, то сейчас, конечно, большая часть нашего общества, к сожалению, относится со скепсисом к тем идеям, которые предлагаются сверху. Но следует отметить то, что есть некий потенциал модернизации с них, поскольку в молодежной среде являются идеи всевозможные, в том числе и в Европе, которые говорят о том, что молодежь данная ситуация не устраивает, они пытаются как-то снизу попытаться решить данную проблему, в том числе и подсказать государственной власти. И, ну, я сам лично знаю несколько примеров, когда, собственно говоря, на местном уровне, местном самоуправлении достаточно эффективные предлагаются всевозможные решения для решения местных проблем. А также следует отметить то, что общество, государственная власть должна опираться на общество, если она хочет разрешать свою проблему. Почему? Потому что, поскольку информационные условия сейчас в мире таковы, что возникают всевозможные проблемы, требуется их своевременное решение, но не всегда тот человек, который занимает эту должность, способен решить эти проблемы. И ему требуется привлечь кого-то специалиста, в том числе и хорошо бы, конечно, чтобы эти специалисты в том числе входили в государственную власть, в местное самоуправление. Но на данный момент мы имеем такую ситуацию, что, к сожалению, в кадре черпывается только из отдельных социальных групп, и все общество не имеет доступа власти. То есть нет механизма, так называемого, листа, который бы позволил молодежи входить во власть. И такая проблема, например, стояла во времена Александра Третьего, Николая Второго, когда они оба подписали перескрипты соответствующие, о том, что христианским детям запрещается участвовать в управлении государством. И это, в том числе, объявилось одной из причин последующей эволюции. Ну, необходимо отметить, например, что Михаил Васильевич Молоносов всячески отставил, и Елизавета Петровна, и Елизавета Второй тот же вопрос о допуске христианских детей, но, правда, не в уровне управления, но хотя бы в малом. И старался как можно более как можно большее число детей и могли еще в университетском Тибурске и в Академе наук последствия. Поэтому ставка, которую сделал нашим предстаршим на средний класс, она, к сожалению, не оправдалась, потому что, в отличие от запада, где средним классом становятся люди, которые прошли капиталную профессиональную карьеру, в нашем среднем классе в основном, можно сказать, представители государственного аппарата и те люди, которые достигли такого положения, он не совсем правильно в том вопрос закладывал. Поэтому так сказать, проблема поставлена, хотел бы осудить, как данные проблемы решать, что может доложить молодежь, и надеюсь, что следующий топочек будет как раз более подробно уже светит проблем образования. У нас минутно комментарии обсуждали, докладные силы, кто не делает полностью, это. на самом деле непомятное выступление. Каков рецепт задействия потенциала молодежи, модернизации, что нужно делать, когда у нас молодежь предупреждает интересы, не пытается отстоять необходимость создания социальных лифтов, как раз. рецепт я бы сам рецепт сразу не хотел задавать, то есть комментарии скажут, мне как раз наоборот интересно послушать аудиторию, а может быть как раз когда все выскажется, я буду это и прилагусь во время. Я вот напомнить хочу, что социальных институтов к сожалению проблем решить тяжело. Один из потерь это поддержка социальных студентов. С чем он может заключаться? С чем заключаться? Каким механизмом можно быть? Каким механизмом? Финансирование соответственно и прежде всего наверное заинтересованность финансирование со стороны кого? С каждым государством соответственно. У нас финансирование со стороны государства приобретает форму честно говоря. Даже многотурно. Ну форму так называемого распила значит знаем прекрасную проблему коррупции которые у нас существуют. Понимаете когда общество говорит что для того чтобы общество развивалось оно должно финансироваться государством оно оказывает принимает правила игры государством продолжается формировать штат свои сейчас должно создаваться социальных государственников снаслов. А кто иначе будет создаваться государством? Общество основного. Государство это продукт общества. Если общество говорит государству давайте вы нам создавайте какие-то институты тогда государство будет продуцировать общество Это неправильно. И проблема состоит в том, как я понимаю, у нас какое-никакое государство, этикая власть установилась, заработала машина государственная, но выделяемые средства на развитие и поддержку инициативы общества, они адресанты таковых не находят. Адресанты находят без проблем, чтобы адресанты находили. У нас немало подвижников, я не знаю, как понял, из-за того, что Алексей, у нас идеи, инициаторы архейского проблемы, как этих инициаторов, в общем-то, находить, объявлять, и целевая доставка. Правильно ли это? Да, правильно. Можно ли сказать, что государству необходимо выявлять инспекторы социальных людей и сказать лучше, что вот этот инспектор, да, такой вот родной направленности, мы будем подвиживать. Готовы предоставить возможность, где-то надо как-то определиться, да, с тем спектром, сделать определенно выборку и познать, что какие из идей тех, которые представлены, ну, которые есть в обществе, они идут к общественному развитию церкви. То есть, может быть, это такое создание, что государственные, например, служба, отслеживая вот этих инициатив, ну, тут нужна некая определенность государственной политики в этом отношении. А сейчас, я, например, не вижу такой определенности. Ну, отсутствует не только определенность, отсутствует основной, как бы, вектор цели движения, общее движение государства, куда стремиться государству. Ведь, вот, если смотреть на политику, которую осуществляет наше, да, правительство, в принципе, вектор цели направлен в интеграцию в Европу, к интеграции. Потому что поднять под уровень Европы все свои стандарты подогнать и, собственно говоря, соединиться. Но, так как сейчас, вот, в связи с последними событиями видно, что сама Европа в растерянности, правильным путем она идет. Поэтому идея совершенно даже такого маленького, как бы, вот, слияния в объятиях с Европой, она, как бы, смешна сама по себе. Но для того, чтобы конкретно решать определенные проблемы, нужно знать, во-первых, куда мы направляемся, куда у нас путь. А потом, ну, конкретно знать место посадки самолет, проще говоря, для того, чтобы снабдить его определенным количеством топлива и все остальное. А немаловажный факт еще разработка механизма, который позволит не просто жесткими мерами какими-то вот эти вот существующие традиции правительства просто разрушать. Ну, коррупцию и все остальное. Нужен механизм, который позволит непосредственно плавного перехода, плавного, как бы, вот, такого обмена подхода молодых специалистов, управленцев. И ответственность за ошибки, ответственность за пропуски, ну, вот, за, ну, как бы, конкретные дела существующих чиновников. Мне кажется, вот, два вот этих вот основных аспекта позволит разработка конкретного плана движения и механизма изменения, замены правительства путем того, что убирать тех, кто ошибается, и тех, кто ведет себя, ну, как бы, неответственно совершенно. Замена их на более новых специалистов, вот это первый шаг, который позволит двигаться к модернизации. Я еще могу дополнить, коллег, про ситуацию. Вы можете предложить, вы можете предоставляться? Да. Да, я, меня зовут Данилов Иван, я международный участие Адафио. Я предоставляю экскурсионный плов европейский, который использует в Саратов. Молодежь в Грибке, Швейцарии, Голландии и большинство молодых и Германии. Поэтому по ситуации в городке я бы хотел бы пополнить коллегу. Действительно, проблема существует. Ну, чтобы иметь в виду, Германия, конечно, является локомотивом Европы, скажем так, на сегодняшний момент. Ну, одним из, скажем так, тех, кто движет политику Европы. И действительно, проблема, если возвращаясь к поставленному вопросу, проблема мультикультурного общества. Это то, что сейчас заботит Германию, ну, и большинство стран Европейского Союза. И здесь, конечно, существуют проблемы. На недавней конференции господа Мерки, Штуберте, к сожалению, констатировала факт, что те принципы, на которых до сего момента осуществлялась идея строительства, этого мультикультурного общества, она, ну, почти провалилась. Поэтому эта проблема существует. Но как раз те принципы, по которым будет, скажем, но так как от этой идеи не отказались, нужно менять именно предсами принципы и построение этого мультикультурного общества. Вот. И здесь, конечно, будет особый вопрос поддержки социальных институтов. Вот. Действительно, появляется очень много инициатив. И вот. Будем принять такое решение. Но, что еще обсуждается, для того, чтобы построить именно мультикультурное общество, необходимо рафинировать, скажем так, провести рафинирование культур отдельно. То есть, выбрав из них все то положительное, что им присуще, и вот именно, проафинировав отдельные культуры, объединить их в некую такую, ну, может быть, если не общечеловечество, то, по крайней мере, если, ну, какую культуру, которая будет объединять, скажем так, все сливки, а все самое лучшее, которое есть в разной культуре, так как очень много различных национальностей проживает в группе, вот, такая проблема существует. И здесь важно поддержка института. Вот, в целом, мы сейчас, проявив инициативу, хотим создать, допустим, нечто вроде, ну, мы понимаем, что невозможно объять необъятное, вот, поэтому мы сконцентрировались на поддержке русского языка и культуры, то есть, вот, той необходимой аэрофинации, которую нужно провести, вот, и проявляется инициатива, хотим сейчас создать в Европе, там пока что еще не уграм, точное место, но вот, а можно и в центрах исследования русской культуры, или, может быть, при кафедрах различных университетов такие дискуссионные клубы, у которых будет возможность просто, дело в том, что очень много русскоязычного населения в Европе, но они, у них нет возможности встречаться за друг другом, проводить какие-то встречи, обсуждения проблем жизни и общества, вот, и мы вот, скорее, шли заняться этим проблемам. Ну, то, как вы его пытаетесь мешать, то, как вы немножко, как бы, вперед забежали, следующее после Владимира Девятова, который нахватывает. Вот я придаю славу Владимиру Девятому. В принципе, это судно взаимосвязано с кадром, но, в общем, показатели интернализации, самое главное, это, господи, качество образования, улучшение его качества, и те показатели, по которым можно отслеживать, да, с улучшением, это, как уже было сказано, устранение из образовательных стандартов, тех воззрений, которые привели, собственно, к кризису, да, если это, посмотрите, это проблема общая, и для нашей страны, и для Европы, потому что Европа тоже испытывает перец, соответственно, необходимо выявить, да, какие научные воззрения вообще привели к тому, что, да, и не секрет, что есть пять у нас, у нас в России, пять факультетов, которые испытывают проблемы, проблемных факультетов, это философский, психологический факультет, социологический, экономический и исторический, то есть у рецептов, которых там проблемы не имеют. Скажем, важный вопрос, который особенно используют эти гуманитарные данные, это вопрос к антикологическому состоянию по стиле технологии, и если, естественно, науку хотя бы решено по умолчанию, на основе просто того, да, их на ледине базы, то в гуманитарных науках такой вопрос не ставится, да, о том, как сравнивать процессы, как они изучаются, да, и как их вообще оценивать. И второе, это, собственно, как раз второй показатель, это успешность, насколько успешно общество переходит от книжной мудрости, то есть дальше готовых стереотипов, готовых решений, о том же выработке, для этого культуры, самостоятельной выработки рецептов, всякие ступерли проблемы. И тут я бы хотел на обсуждение три вопроса внести. Первый, который такой общий вопрос, на каких условиях должно предоставляться образование. Если посмотреть, науку-то Советского Союза. До Советского Союза до 2017 года у нас сельское население 25% грамот, 85% без грамот абсолютно. Причем, для женщин, без грамот до 98% властей. То есть фактически у меня 25-60% женщин будет без грамот. А Советское все-таки по 60-м годам у нас была самая большая интересная тюрьма. То есть было предоставлено нахмолество в течение образования очень широким слайд населения. И вот сейчас условия представляются образования. Этот вопрос не потерялся в актуальности и ворот на это очень остро сегодня. Собственно, какие принципы необходимы? Второй вопрос. Первое, какие условия? Второе, каких принципов необходимо строить вообще образовательный цикл? Что такое образовательный цикл? Какие этапы? То есть как он вообще должен выглядеть? С чего начинаться, чем заканчиваться? И вообще как выстраиваться? Потому что если сегодня посмотреть, то есть проблемы. Эти проблемы создаются и в вашей образовательной системе, и тут какие-то подвижки проводом различные эксперименты разных принципов, да, там, если брать, там, я же, например, это эксперименты по разделенным обучению изучать эти проблемы, как это лучше влияет в школах. Вот, в общем, как должен выглядеть этот образовательный цикл? Третий вопрос, собственно, сам главный, да, вот, чему в первую очередь необходимо учить? То есть если рассматривать переход от дачи готовых каких-то рецептов к самостоятельному своему, чему нужно научить в первую очередь? Вот, первый вопрос давайте рассматриваем в рамках вашей ленин. Хотел высказать немножко познализовать еще раз предыдущую тему. Меня зовут, кстати, главан Паван и представляет Петербург экземпляров на университет. Проблема модернизации и образования не очень совместные ряды стоят. Вот, если модернизация это комплексный в любом случае вопрос, который касается всех сфер жизнедеятельности нашего общества, реально можно детально разрабатываться. То есть если есть примерная концепция, которая, конечно, требует разработки, то есть концепция модернизации общества и сфер деятельности, то эта концепция сама по себе должна пройти этап через институт определенный, то есть которые должны проработать эту концепцию, провести определенную моделировку и потом уже через различные эти модели не грять их в обществу. То есть это целый этап, самая консепция это всего лишь оглашение проблематики и определенное видение ее решения. Соответственно качество образования изменилось в качестве института. Попробую сначала задавить вопрос, который поставил Владимир. Сама наша система образования сейчас представляет когда формировалась и какие задачи стояли перед тем обществом. Когда стояла задача индустриализации и наша система была образованием которое сейчас существует выстроена по индустриальному типу даже если посмотреть у нас дети сидят в колонках определенные часы сейчас перед обществом совсем стоят другие задачи постиндустриального общества то есть возможно переход к информационному обществу поэтому несомненно нужно менять эти проориентиры то что касается раздельного образования я считаю что это необходимый элемент психологии но не разделять на мужские и женские сам процесс образования разделять но не исключать процесс общения межколового во время перемен конечно нужно включать творческую составляющую в процессе образования то есть не зубрежка не давая никакого патологического материала а такая подача материала скажем творческая которая позволяет развивать определенную культуру мышления и нестандартный взгляд на какую-то проблематику то есть развивающая творческая прежде всего составляющая в целом наверное так я хотел бы тоже высказаться меня зовут Денис я участник проекта малоэтажная Русь вот по поводу образования вот мы говорим сейчас про образование общими такими чертами образование там я не буду углубляться какое мне кажется вообще в образовании не хватает одного такого мощного течения фундаментального главного которое формировало бы в человеке с ранних лет стремление к такому активной социальной позиции не только с активной позиции но и к стремлению улучшить среду вокруг себя если закладывать самых ранних лет вот конкретно определенными методиками развивая вот это несогласие с чем-то беспокоящим и развивать у людей стремление чтобы они пытались изменить вокруг себя не только изменить а активно выявляли проблему и прилагали к этому усилия мало того если еще приложить определенный механизм передачи и формирование коллективного мнения формирование коллективного мнения и мало того публичного его как бы ну оглашение оглашение для тогда у нас мы столкнемся с тем что мы будем ярко четко видеть реагирует на это органы управления или нет адекватно или неадекватно вот эти органы вот эти как бы вот аспекты отсутствуют сейчас в образовании и вообще в системе государственного устройства существующая система вот избирания выборов выборов из определенных местностей депутатов мне кажется она не дает тех результатов которых хотелось бы ну просто мы всем видим что отсутствие пустых залов в этих предыдует того что один социальный институт таких как семья они выполняют большое здравственное воспитание в обществе вследствие того что семью как социальный институт в ее общую воздействию средствами массовой информации это фильмы это всевозможные выставки там не знаю что искусство такое а там соответствована другая традиционная среда бездравственная замуж на которой он придет и воздействует в обещании не могут реализоваться в том мире здесь это уже хочу нашим серьезным домом занимает тему семьи по сути если посмотреть на наши образования то не учит такому важному мнению как воспитание детей ведения что такое семья и одним из первых этапов который должно начаться образование вообще человека обучение родителей тому как вообще вырастить потому что в принципе сейчас процесс он в обществе понимают что это необходимо эти функции исполняют различные самые разнообразные частно создавательные цепи причем берет совершенно разный нет никакого понимания общего родителей как умеет обучают родителей и из того чтобы было понимание того что такое семья то есть с чего складывается понимание тех людей что такое семья и создание со стороны общества и государственных условий которые могла бы такая семья как такая семья могла бы развивать могла бы то есть например сегодня если взять пример советского взять строительство хрущево вот чисто эргономически эти помещения не приспособлены для жизни к семье из трех поколений в принципе да это максимум два поколения родители и дети причем когда они вырастают там уже с этим все становится поэтому такая проблематика что назвать семьей что такое семья и вот это то есть название семьей и человек семьей конечно коллектив из семи человек или назвать из трех человек марка паркл или из двух человек сегодня если общепринятый семья это заключение брак вот все семьи два человека такое представление то есть этот вопрос соответственно определившись с ним можно подходить к тому как строить процесс образования самих родителей а дальше идет уже работа с родителями и работа обучения что ли их там вообще как до трех лет растить потому что через родителей идет в первую очередь идет загладка фундамента и есть скат педиатр что до трех лет идет воспитание а после трех лет перевоспитание науке очень важный я хотел добавить немножко пример на качество но я считаю что мягкий киев появилась вот упоминалось с образованием проблемы науке например на техническом инверситете нашего санкт-петербургского могу сказать что молодежь может такую проблему считать перед наукой она находится у руководителей Почему? Потому что они сами ищут ответы на вопросы, как развивать дальше науку, но ответов у них нет. И вот в частности вот эта проблема метрологической состоятельности, как точных, так и особенно гуманитарных наук, где проблема метрологии вообще не стоит. То есть как поверить эту науку? Если в точных науках там просто машина не работает, сможет не лететь, это понятно, всем очевидно, то если не работает экономика, то начинается разная разговора о том, почему она не работает. То есть выработки критериев метрологической состоятельности в гуманитарных науках – это критерии, которые можно ставить и в принципе даже можно делать каким-то государственным проектом, вот об этом публично говорить, тогда это будет стимулировать научные сообщества на поиск критерий метрологической состоятельности. Следовательно, второй вопрос – это нужно поставить перед образованием вопрос «А кто такой человек?». То есть в принципе тут два, существует два подхода – подход наука для человека или человек для науки, для экономики и для всего остального. То есть если придерживаться подхода, что все-таки цель науки – это решать проблемы человека, обеспечивать его безопасное существование со всеми системами жизнедеятельности, то следует поставить такой вопрос, то есть что из себя представляет человек, то есть его психика. И второй вопрос – это что должен знать человек. То есть знание и психика человека – это не одно и то же, что очень важно. К сожалению, пока наше образование стоит только вопрос «А каким он должен быть современный специалист, профессионал в разных областях?». А вот вопрос «А кто такой человек?», «Что он себя представляет?» – пока такого вопроса не ставится. И как раз таки мне кажется, что психология – именно ключевая наука 21 века. И от того, как мы ответим на этот вопрос, зависит и решение проблемы на среду остальных научных. Соответственно, тут мы затрагиваем такую тему, каков образ молодого человека в будущем, то есть его идеал нужно подкидывать. Естественно, у нас приходит проблема, что идеал молодого человека в России, он все-таки отличается от идеала европейского молодого человека. И, соответственно, если мы пытаемся сразу создать такой вот единый идеал, это не получится. И, например, молодежь ехала в Советский Союз, там в 20-30-е годы строили Советский Союз, вовсе не из того, что им очень нравятся коммунизм. А, видимо, другие причины. Соответственно, и наши люди тоже едут в Европу, и, соответственно, живут в России тоже. У них свои некие критерии, условные истории, традиции, всем остальным. Поэтому нужно выработать некий идеал молодого человека, русского молодого человека, и, соответственно, попытаться сделать это совместно с европейскими соединениями в Европе. И попробовать, соответственно, создать некий международный дискуссионный фонд, и, может быть, площадка, которая могла бы и в России быть, если бы ее родиться, мы могли бы ехать. И, соответственно, мы туда могли ехать. Но не просто площадку, где говорят, а по решению вполне конкретных практических проблем. Тут можно и науку сразу подключить, и господство власти. То есть выводить, например, какой-то пилотный район, регион, может быть, сразу. И устроить такой обмен командами, и по решению вполне конкретных проблем того же местного самоуправления. То есть я думаю, что это вполне эффективный путь. И даже, насколько я знаю, сколько занимаюсь местного самоуправления, ищут контактов, как решить, как привлечь молодежь к этому делу. Это вполне реальный ручек. Соответственно, похожая проблема – это вот в Европе сейчас требуются специалисты, так называемые абсорбции. Это специалисты, которые способны вести международный, международный общий диалог. И поскольку в Европе эта проблема стоит очень остро, то есть отношения с немцами, с арабами, с турками, и чем дальше, тем больше проблема обостреется, то в данном случае мы могли бы поделиться с ними, как, например, на территории России, например, уживается ислам и просто в жизни тоже. То есть попытаться быть, в чем причина этого того, что мы, например, мы воюем с татарами, мы не башкирами. А вот добавь просто пути, хотел бы, что психолог, да, это 21 век, так скажем, как человек. Я думаю, что еще и другого, вот это, скажем, 21 век, то есть симбиоз несет в себе внимание всех культур, таких основных их положений, религиозных конфессий, и всевозможных взглядов, объединяем в себе вот эти все тенденции, и он может не обиливать. Я считаю, что вот это немаловажно, а вот таксист это, может, в одном и подошел в конце. И хотел еще такую мысль добавить, что поскольку сейчас в Европе и в России взяты путь на создание регионного правительства, то, на наш взгляд, это тоже очень эффективная форма. Почему? Потому что посредством, вот, недавно, мы, буквально два дня назад, опубликовали исследование нередкая пара еще американская, о том, что русскоязычная молодежь, она очень плохо посещает, по-моему, язычный сегмент интернета. То есть что-то, есть что-то, что идет сюда, не влечет. Соответственно, ну, они сделали вывод, что русский плохо знает английский. Ну, конечно, это подавимое дело, как его вывод. Но достаточно молодых людей, которые прошли через языки иностранные разы не влечет. Соответственно, скорее всего, его проблема заключается в том, что вам, ну, известно, сегменте их ничего не привлекает. И вопрос, опять же, какие из ценностей у нас есть, когда-то их выявить нужно, которые привлекают нашу молодежь. Вот интернет – это очень хорошая, удобная база для проведения этих исследований. Даже управление, область управления, например, управление районами, регионами, может и чаще из интернета таким образом создать некие площадки, где бы, официальные площадки, где бы поставлены проблемы регионами, например, районами. Можно эти проблемы собирать или спектр мнений и решать. А власть, соответственно, обязательно, например, отчитаться по тому, вот как она собрала Доспектр, пусть она висит Доспектр, публикует, например, и отчитается, что она приняла в действии, как исполнила. В принципе, это вполне реально, и, как быть хочет, тоже потом восходит, наверное, самому вполне очень интересно будет. Можем? Спасибо. Если просмотрим. Честно, по-английски. Мне может понравиться, что испытание все, единственное по поводу обучения, это культурность. Как вы здесь постеряете, забываете, перечислили по шкире, там, почему-то забыли про Кавказ. Где любые там, нас нужно обучать, а не точно не европейцы. Сколько там русских живет, сколько будет, в Печнеевске осталось, или в Магистане. Да, там солдат боится выйти на улицу, потому что любые, пусть, ну, русские имеют, российские солдаты. Или, например, переведите европейскую на Манежную площадь, пожалуйста, где избивали тех же самых конференций. Здесь нам дали прозвищу учить. Что касается модернизации, например, вопросом, очень интересный вопрос, да. Но у нас, к сожалению, модернизация ограничивается некими косметическими такими изменениями. Вот, например, в это помещение, если там, он-то не отреставрированное было, поставили бы выключатели, которые реагировали на флопок, да, а все остальное забыли сделать. И ничего, что стена падает, когда с флопой ты лишь, только только сыпется. Ну, ничего, здесь даже, наверное, модернизация. И на самом деле нам еще очень много сделать нужно. И та же самая судебная система, и парламент, это все нужно менять, об этом почему-то забывают, о том, умалчивают, да. То, что суды у нас, они абсолютно независимы, да. И для инвестора, что ли, готов, кандидат те же самые венчурные фонды, для них очень важная, так сказать, защищенность их инвестиций. А не то, что к ним завтра придут, да, и скажут, что это не наши ребята, а наши, да, прощайте, да, поступают с некоторыми, в том числе и на Дальнем Востоке. Так что нам очень далеко здесь идти, и здесь, опять же, здесь не государство будет уже какие-то вопросы регулировать, а именно общество. И, что вы говорите, там, молодежь не участвует в политике. Я здесь с вами не соглашусь, потому что у нас, например, по статистике, самый политизированный интернет, да, блогеры активно участвуют, нигде такого нету, да, и именно участвуют в политике. Да, эти люди пока не ходят на выборы, но это пока, вы посмотрите, те же самые митинги оппозиции, которые там впервые собирали, по 10 тысяч, начиная с Дальнего Востока, заканчивая, там, по Ленинграду. Конечно, там затронули проблемы конкретных людей, это было повышением пошлин на просмашин, но это уже конкретно люди выявили, и сказать, что, да, после этого власть начала поменять. И я считаю, что один из критериев интернизации, один из плюсов, в том числе, и деятельности нашего президента, это проникновение интернета вглубь России, что больше и больше людей становится постоянными интернет-пользователями. Это очень важно. Сейчас, если вы посмотрите, уже порядка 10% молодого населения не смотрят вообще телевизор. Это показатель, это самое главное. Да, ну, можно долго говорить, что телевидение не учит, оно там загоняет в тупик наше общество. Но на телевидение тоже грех принять, принять, потому что, вы посмотрите, опять же, телевидению поставили флажки определенные. Туда нельзя, и сюда нельзя. То есть, те же самые совещания в администрации президента по пятницам, когда формируют план телеканалом, что можем показывать, а что нельзя показывать. Понимаете? И вот вам показатель, пожалуйста, результат теракта Домодедова, теракты на Лубянке. Телевидение реагирует час-полтора часа после того, как теракт произошел. И с интернетом уже будет о том, что произошел теракт, тишина, ничего не произошло как будто. И после того, как дали команду, когда ждали с командующим, да, ребята, можно показывать, начали показывать. Ну, это, знаете, очень качественно. Что касается образования в России, здесь опять же, понимаете, вы хотите такую скорую вопрос, можно много чего менять. Ну, например, у нас чиновники смотрят на своего кабеля, который получил западное образование, как на агента целевую. Понимаете? Это реально, я со многими общаюсь с какого-то старыми чиновниками. Говорю, вот, давайте там, привожу на мероприятие вообще, а он не агент целевый случайно, да? Вот, вот показатель. Хотя, например, тот же Китай, успешный Китай, у них в госпарате порядка 14% он закончил лучшие западные образы, а у нас еще раз переносы НГУ, стоит на 50-м месте, если сейчас еще дальше переносов, конец списка, да? И, например, то же самое НГУ, вот мы там молодежные палаты организовали курсы, современный жилфак называли, на жилфаке НГУ. Да, у нас студент на жилфаке заканчивал НГУ, его не берут ни на одну канал, ни на одну газету практически, ну, образно говоря, да, на ведущий канал не берут, потому что он не годен, потому что лекции, которые написаны для студента, которые читаются, написаны в 90-м году, примерно начале 90-го, если еще не советское время, и они не меняются совершенно, понимаете? и, соответственно, студент полностью не профпригоден, практически, да. Мы организовали курсы, пригласили туда конкретных практиков, которые владеют журналами, являются руководством, руководят каналами, являются стоп-менеджерами, ведущими компаниями, соответственно, по направлению и службы, да, к нам студенты пошли, мы их не загоняли из-за палки, да, но сначала когда первый раз курсы организовали, был один человек, который пришел в наши курсы, а сейчас там 100-150 человек, причем только СМГО с разных будут, и пока у нас не додумаемся того, что, по крайней мере, менять лекции на предметы, да, и их обновлять с теми изменениями, которые происходят в мире, или же, как делают в Китае, да, за короткое время начали приглашать просто лекторов с Запада, в том числе, в частности, из Америки, предлагаем лучшие условия, чем, например, они получают США на определенные сроки, так называемые вахтовые места, да, они сейчас там десятки попадают в китайские грузы, поставь по рейтингу лучших грузов, но они уложились, они уложились в конкретное дело, они вкладывали, в том числе, отправляя студента за рубеж обучаться, подписываясь на контракт, но когда студент возвращался, ему сразу же квартира, пожалуйста, вот тебе машина, вот, едь, работай, все будешь, все занимаясь, только работай в Китае, у нас же, я так думаю, даже если, то, что президент заявил, что нужно отправлять чиновников, туда, во-первых, чиновник, он уже сформировавшийся личность, его невозможно изменить, его практически невозможно учить, но это сложно учить взрослого человека, ну, конечно, там разные, лучше, конечно, молодого человека обучать, он гораздо обучает, но, опять же, меня болит, что это все ограничено тем, что там, мы, людей заплатим, там, я им, отправим, лучше у него, и тогда останутся уже, вот, и все. Проблема, пропонитировать немножко, в городе, но, как я думаю, нашу задорность, заявленное выступление, поэтому, я стал в этом, то есть, своя специфика, может, это даже больше не межрелигиозные, межрелигиозные проблемы, скорее, другие, здесь их осветят. Что касательно западного образования, я вот, как раз выступал, подчеркнул вопрос, вопрос не в том, где учиться, вопрос в том, чем учиться. Если мы отправляем на западского участия, то, то, почему они должны учиться, если у них все не то, и не то, что же цитает, то, что запад, он не знает, кто говорит, а не знает, или нет, потому что главный это расскажет, но они сами, в общем-то, лично нового, у студентов, очень много, потому что, это была ужасная работа, которая придерживает запад, она себя подразила, в своей своей красе, и красиво доберет. В Китае, в Китае, точнее, такие же проблемы, там проблемы, по крайней мере, там какого-нибудь пазы, и я нарастил. Вопрос не в вводении экономики, вопрос ключевой, это человек, где экономика, или экономика для человека. Большинство населения в Китае, сколько у вас, так как отец, по своей специальности, множество других друзей, были в Китае, и даже мы, вы, если вы, если вы не рассказывали, они сказали, что большая часть населения в Китае влачить нищенское существование. То есть, говорить об экономике, не знаю, о строении группы Китая на душе населения, можно. Вопрос такой в том, как живет простой китайский человек. То есть, элитная молодежь, которая приезжает сюда, она живет хорошо, да, в городах мекрополиса, но выехать от города в сторону, это проблемы экологии, проблемы образования, всего-всего-всего. То есть, успех Китая, в общем-то, это относительный, это некий миф, который, может быть, сам Китай создает на себе, и в том числе, зато, это Китай. Меня зовут Николай Моркс, я инженер, представитель проекта «Волонтажный путь». Хотел бы увязать три вопроса, которые задал, вот, третий, который задал Владимир, почему учить в первую очередь. Дальше, тезис Дениса, еще, активность, сам, и вот, еще, западного образования. Дело в том, что, в принципе, любую человеческую деятельность можно представить, как процесс управления. И если что, дает методология из детских лет, что, в том числе, управляет своей жизнью, жизнью, общество, всей страны, что, получается, что здесь решается сразу, это соответственно, чему учить, в принципе, в методологии управления, это сразу дает активную жизненность, и, соответственно, средства достижения цели. И также позволяет впитывать прокладные методы для всех культурных, в том числе, в том числе. Мы мощнейшая культура, мы не слили, я согласен. Но идеалы и методология русская, она, она отличается. Да, она отличается. Почему вам не любит лучшее, и что прикурит? Да, нужно, как бы, раздражать комментарии по поводу, что очень большие рекомендации, действительно, в состоянии интернета, потолки, сейчас, почему? Потому что сейчас, в принципе, управление переходит в форму, которую назвали неинтократией, то есть, когда управление осуществляется на узлах информационных потоков. Что это управление? Это управление информацией, да, кто имеет больше информации, кто может направлять информационные потоки, тот и определяет, экономичное развитие. То есть, если взять характеристическую модель и виральную буржуазу, она пробуксована, да, и сейчас, в принципе, сейчас вырисовывается некая такая архитектура наинтократии, когда ключевыми будут люди, которые находятся на узлах информационной сети. И в этом смысле интернет, да, очень мощный средств, но интернет, мощное средство в руках того, как понимают, да, как из этого интернета вытаскивать информацию. Для этого необходимы определенные научные познания, да, понимания того, как можно и что именно необходимо, да, для решения конкретных проблем. И в этом смысле, да, действительно, методология, да, определяющая, определяющая фактор образования, потому что, если посмотреть, а дальше, вот, по цепочке будет создаваться сама архитектура. То есть, если это наша судебная система, наша вот сейчас это продукт, что ли, образование учителей, которые учили наших чиновников, наших бизнесменов, которые их мучают. То есть, вы известно высказывали, что более-менее учителей, соответственно, из-за того, чтобы решить в том числе и нашу проблему долгосрочной перспективе, да, не вот сейчас, да, сделать какой-то косметический ремонт, да, нашей экономики, да, надо прилепить, да, хламбурно, да, в процессе отключаться. А чтобы решить эту долгосрочность, это в первую очередь вопрос относительно с образованием, то есть, и работа с образованием, с использованием активного интернета, потому что интернет это очень мощнейшее средство, которое еще, наверное, ну, многие совершенно не заоценят, то есть, да, потенциал. Ну, мне как-то комментарий, то, что Владимир сказал, что мне так нравится, вот сейчас вот такой, витая часто сниженная система для электронного правительства, но по данному, под этим обычно понимают просто вот такие технические средства, упрощение, подача заявок, и прочее, то есть, это электронный правительство, собственно, никого больше не имеет. По моему мнению, вот тоже звучала такая мысль, что электронный правительство это именно средство для проявления воли людей снизу, а не средство взаимодействия с чемодием. Ну вот, можно было сказать на путь и на путь и на путь и на путь еще показать меня зовут контракт, я с республикой Татарстан принял политические связи. Просто как представить себя национальной республике, то есть, республике с политическим национальным окрасом, мы не насколько может быть изнутри проблем инженциональных отношений, вы же лидерозы, как говорили, так скажем, не видят, не видят с последнего. И с этой точки зрения, я не с этой точки зрения, хотел бы обратить внимание на то, что, скорее всего, проблема с Кавказом, о которой сейчас говорили, она имеет некую проблему социальной политики, то есть, это не проблема к разогласии, а, как уже сказано, если будет технология культурологии в будущем, то это именно задача образовательной сферы решать проблемы с теми результатами, которые мы получили в качестве проблем с Южными республиками России. Тем в чем, их нужно рассматривать как инструмент влияния определенной силы на политической ситуации в стране с посредством такого, то есть, эти проблемы являются предприятием вот как выгодных проблем, которые предлагается в данном случае решать с помощью иных форм образования, о которых, в общем, здесь речь пришла. Вон, другая вопроса. Я даю нам слово. Иван Галюк, подождение образования Анатолий 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 Я сегодня благодарен, что это актер, она представляет еще один дискуссионный круг в Европе. И проблема образования там всего на сегодняшний момент всегда стоит в полстрове. Я бы не хотел бы реализировать сейчас европейское образование, потому что там существует, конечно, ряд проблем. Они решаются, тем не менее, скажем так, пока что универсальный момент не найден. Но вкратце я могу описать структуру, чтобы какая-то структура была понятна вообще европейского образования. На самом деле политики начали задаваться вопросом, почему у студентов возникают проблемы. И вот вопрос, как мы поднимали отсутствие методологии европейского образования, вот пришли к такому мнению, что именно вот этот метод, что ли, этих познаний в самостоятельно, он отсутствует. Ну или, по крайней мере, преподается в такой форме, что студенты не могут его освоить в самостоятельном ходе. И сейчас проводятся большие исследования, начиная с детских садов. Там применяется принципиально два различных метода. Несмотря на то, что Германия объединена, тем не менее, различия до сих пор существуют. Но основное различие в том, что в образовательной системе, начиная с детского сада, в западной модели присутствует учет, скажем, ситуации и пожеланий самих детей. А в восточной модели присутствует все-таки учет личностей, индивидуальных особенностей человека. Казалось бы, обе этих методики, они позволяют, как бы, развивать свободно самостоятельность личности. Но проблема еще стоит одна. Дело в том, что вот дети предоставлены самим себе, так или иначе. То есть, конечно, нет на них нажима какого-то, что они должны там учиться, учиться. То есть, кто хочет, тот и учится. Но, тем не менее, то, что нужно учиться, девиз есть. Но, к сожалению, вот такая методика, скажем так, оставления детей наедине, скажем так, предоставленного самим себе, она дает некий побочный эффект в том, что все-таки отсутствует организация, самоорганизация человека, организация именно учебного процесса. То есть, кормает вообще дисциплина, и не прививается ответственность групповая, то есть, ответственность перед обществом. Потому что развитие индивидуальных каких-то черт, оно имеет негативный эффект тем, что дети не понимают, что где оканчиваются границы мои личные, там начинаются границы другого человека. И вот здесь существует проблема, потому что дети уже не берут на себя ответственность. То есть, боятся вообще организовываться и брать на себя какую-то ответственность. То есть, по сути, они, ну, затачивают, как бы, рабочий процесс затачивается под то, что нужно освоить некий, некий необходимый стандарт образования, видимо, для решения конкретной задачи. А вот какой-то универсальный метод, универсальный подход образования, он, к сожалению, отсутствует. Вот. И проблема, допустим, у студентов возникает такого плана. Вот после детского сада идет начальная школа и потом разделение по четырем основным школам. Вот. Дело в том, что в начальной школе так же, как бы, на учеников нет никакого нажима. То есть, те, кто хочет, тот и учится. Идет определенная информационная подготовка. Но, тем не менее, спадывается некий вакуал. И получается, что по итогам этой начальной школы дети потом, по своим оценкам, направляются в ту или иную школу. Но так как именно образовательный момент, методологический отсутствует в начальной школе, здесь все зависит только от родителей. То есть, если у родителей есть возможность дать ребятам индивидуальное обучение, купить, то есть нанять воспитателей в каких-то, может быть, они видят что-либо, допустим, рисклонность к языку, к музыке, или техническому оборудованию. Если у них есть такая возможность нанимать педагога, они с ними индивидуально работают. И, конечно, это влияет на цену. После начальной школы ученики, получается, идут в так называемую либо основную школу, где есть углубление ее на практику. То есть, по сути, после окончания этой школы, эта масса людей, она составляет класс струн. То есть, уже самонаправленно их готовит к практической деятельности. Вот. Доучившись, они могут потом, скажем так, поступить в курс и сделать высшее образование. Но это уже становится очень сложно. Потому что в других ребер-школах, допустим, в так называемой реальной школе, там уже есть, там, возможно, теоретическая подготовка, передача опыта. Есть еще один вид школы-гимназии, который предполагает больше гуманитарное, конечно, образование. Но именно вот в этой школе и присутствует методология, скажем так, в той или иной степени. Детей учат очень таким широкому подготовку по различным, основным таким фундаментальным наукам. И, естественно, после окончания этой школы дети без проблем поступают в какие-либо грузы. А после тех двух предыдущих школ, дети, переходя в гимназию, допустим, в последние классы, их уже существует отдавание, вот, и им поступить, собственно говоря, в грузы очень сложно, а в некоторых случаях и невозможно. То, что касается вот проблем сада, школы, ну и вчерашней школе становится студентом. И очень большие, скажем так, изменения происходят в самом учебном процессе университетов, институтов в Европе. Ну, вы знаете, что сейчас принято уже большое количество лет прошло, оболонский процесс. Первоначальная идея его была, конечно, очень такая основательная, так как существует проблема в Европе, вот, как раз именно обозначили этот вопрос, интеграции производительных сил общества. Вот, и задача баллонского процесса сводилась к тому, чтобы постараться привести стандартное образование всех стран Европейского Союза в каком-то едином, в каком уровне. По крайней мере, чтобы вот это образование разных стран, оно акцептировалось вне зависимости от страны, в других странах Европейского Союза. То есть, по сути, люди, имеющие языковые языки, знающие языки, они могли ездить по разным странам и, то есть, осуществлять в этом убедительстве. Чтобы вот не было никаких границ, было бы, собственно, провербление баллонского процесса. Вот, на тему менее, вот, существуют проблемы, они очень достаточно сейчас серьезные. И вот, буквально, в основном, организовываются несколько конференций по баллонскому, например, по проблемам баллонского процесса в Европе. Вот, проблемы, я так в конце обозначу, допустим, вот, если на примере Германии говорить, у них была очень сильная школа инженеров, она, к сожалению, вот, под давлением, ну, отчасти баллонского процесса сейчас разрушается. То есть, переход на вот эту дуальную, ну, двух-трехступенчатую систему, лауреат, вот, магистр, магистрат и потом уже докторское образование, оно, получается, по сути, удаляет школу инженерную в Германии. Вот, и большинство вузов с этого года, по крайней мере, они очень сильно обращают внимание на то, чтобы не была нарушена, скажем так, свобода выборов человека, потому что каждый выбирает, скажем так, чем он хочет учиться. И буквально с этого года в большинстве федеральных земель принято нововведение, что студенты будут после школы самостоятельно выбирать, хотят ли они обучаться по новой баллонской системе, либо они продолжат, скажем так, обучаться по уже годами на атомной, сильной школе инженеров в Германии. Вот, но, конечно, от баллонского процесса никто отказываться не собирается, и его хотят просто улучшить. Понятно, что мне потребуются определенные усилия, совместное решение проблемы, вот, но тем не менее, вот такая проблема остается. И еще по баллонскому процессу, если обозначить там капли, там также большинство упор делается на самостоятельную подготовку, у вас, отлично, у учеников, но так как в школе, или, точнее, в некоторых видах школ методологии отсутствует, вот этот именно метод самоорганизованности, самостоятельного, освоения знаний, они не могут работать, ну, как бы, учиться в университете. То есть профессор, конечно, помогает в этом случае, но тем не менее упор делается на самостоятельную подготовку. И, к сожалению, у студенты возникает сложности в организации самого учебного процесса, потому что они должны и организовывать себе занятия, предлагать, и все это самостоятельно готовиться к экзамену, вот, и, конечно, вот с этим возникает проблема. И вот, в частности, на будущих конференциях хотят поставить вопрос таким образом, возможно, сделать некий краткий, скажем так, вот не нарушить свободу выбора студентов, но тем не менее, на первых стадиях учения именно подготовить студента к тому, чтобы он потом самостоятельно работал, а профессор был, скажем так, ну, вот, курирует процесс, вот, то есть именно вот постараться студенту передать этот метод освоения самостоятельного познания. Какие вопросы стоят перед будущим конференцией? Я надеюсь, я понял, что созданы на определенные условия экономического характера, да, что созданы, ну, за счет этих условий для разновидной возможности получения, когда, я так понял, что те семьи, которые состоят, которые не могут дать образование, те, которые не, то есть даже если есть талантливые дети, они не могут получить возможности, если нет средств, да, или как? Я думаю, что, конечно, это не специально, скажем так, проделывают, то есть у всех этих видов школ, которые я перечислил, была на стадии формирования определенной задачи, но тем не менее, вот, искусственным, можно сказать, образом, ну, скажем так, в процессе вот развития образования ситуация сложилась так, что действительно есть вот школы, и они, ну, как бы по умолчанию получается, ну, и по сути, именно по сути самих школ внутри, они выстроились таким образом, что семьи богатых родителей, они предпочитают дать детям всестороннее образование, естественно, ну, как и все остальные тоже хотят это сделать, но тем не менее, к сожалению, возможности неизнаковы, и проблема лежит вот как раз в начальной школе, то есть так как там отсутствует именно подготовка по определенным областям, естественно, себе могут позволить по окончанию, начальной школы, они получают определенный акцент, и, естественно, те, кто не может себе позволить индивидуальному образованию, нанять какого-то воспитателя, или, может быть, предадуга, который может подготовить к этому, они, естественно, сдают экзамены, и, конечно, те, кто готовился индивидуально, еще они могут себе позволить уже более продвинутой школы, более присутствовать. А у тех, кого не было такой возможности, и, к сожалению, в начале школы не дают самостоятельно такую возможность, примерно как искусственным, ну, можно сказать, искусственным образом получается, есть некое разделение, то есть не все могут себе позволить приличным образом. И еще один вопрос, вот, вопрос о том, что существует индивидуальный подход и в связи с организацией для своего учебного процесса, как обучаться, вот, а есть ли, что ли, обучение коллективным, нам, коллективным, в общественной, и коллективные работы, не порождает ли ему такой, совсем, как бы, некая крайность, да, воспитание, воспитание в индивидуальном очень сильно, есть ли, вот, как-то коллективная деятельность? Да, я понимаю. Да, проблемы существуют на самом деле, а вот, к сожалению, негативными сторонами вот этого индивидуального подхода является то, что при работе в команде в некая проблема. Проблема сводится примерно к такому, каждый надеется, что кто-то решит, то есть, коллективная работа отсутствует, каждый надеется друг на друга, вот, а, естественно, вот при таком подходе коллективная работа отсутствует. Вот, то есть, вот я затрагивал, как раз, эту проблему, что не перед, вот, сады такая, скажем так, когда детей предоставляют самим себе, отсутствует именно организация. И, ну, скажем так, ответственность перед группами, перед обществом. Вот, и это, конечно, при коллективной работе приводит к определенным проблемам. Но, тем не менее, я думаю, что, естественно, мы, допустим, при работе в корпорации, при работе каких-то финансовых учреждений, структур, как все понимают, что именно коллективная работа какого-то, какой-то фирмы, она гораздо мощнее, чем работа индивидуальная, если не индивидуальная. Но, конечно, здесь и индивидуальное образование важно, потому что каждый может дополнять коллектив. И чем разве, как бы, если человек всесторонний именно с учетом индивидуальных способностей развеет, он может очень мощно дополнить этот коллектив. Но если отсутствуют науки коллективной работе, получается такое противоречие. У каждого есть такая, ну, как сказать, правда. И, к сожалению, ущерб общему мнению, а люди могут даже из-за своей правды заодно поступать очень искусительно, и, вот, и, как результат, есть минусы, как активно работе медленного оборудования общих мнений, тогда в общей высшей. То есть для такого, что это делало схожую проблему, как он и сетевого, в сфере образования, и вроде выживают в США. О чем можно узнать, если вы видите действующий президент США Барага Абрама. Там он освостряет проблему, климатики, заслуживание, освостляет проблему, а как бы, модернизирование, да, США, можно сказать, на образовании, если кто читал, он там вопрос методологии рассматривает весьма интересным, своеобразным образом. Он, говоря о демократии, говорит о ней не о каком-то общем доме человечества, а о каком искусстве вести беседу. И, иллюстрируя свое происхождение, из истории, как принималась Конституция, Конституция США, как и кто, ну, как в этом процессе показывают, что такое стало возможным, благодаря тому, что участники Конституции учились науку. Если обратиться в историю, в историю обратиться вопрос искусства вести ведение, беседы, то по-гречески называется диалектик. Остановка, нахождение истины, идем к остановке прямых и наводящих вопросов. И, по сути дела, в своей книге ставленная проблема заостряя, он говорит о том, что надо, прежде всего, в школу учить людей, вести умение, вести вообще не со всеми гражданами, с кем-то расходит судьба, для решения проблем как своей личной, так и общественной. И он видит, что это ключевое. Не совсем так. Риторика — это составная часть именно процесса обучения искусству и вести беседу. Это только составная часть. Потому что, как и вам... А, базовая часть. Базовая часть как раз-таки состоит в том, что учится понимать, что хочет в весеннем вести. Не противопоставлять свое мнение, а искать общие, не только точки, но и объединительные, в общем-то, общую платформу. Интересно еще из этой книги можно узнать, а как, в общем-то, смотрит элита, финансовая элита, проблему воспитания молодежи в США. Там он цитирует свою встречу с одним, в общем-то, богатым человеком планеты. Так вот, был проблем, как ставится. В богатых семьях, как кажется, люди в США стремятся детейских воспитывать, в обученных средневызовательных мысли по нашим меркам в школах. Для чего это придется? А чтобы ребенок у него не напичкал какими-то знаниями, а про все, про все. Хотя это тоже очень важный аспект. А чтобы у него ребенок умел, в общем-то, общаться с разными людьми, с кем он усвоится, его независимо от его социального статуса, национальной коммунализации, расов. И это тоже, кстати, для США общая проблема расизма. И очень интересно, если вы такие не посмотрите, а как видит политическая элита США решение проблем. И в этом смысле у нас есть тоже много чему поучиться вам и предложить в этом плане. Потому что те проблемы, которые у нас стоят, у нас, как бы, они не так острые стоят. На самом деле. Но тут мое выполнение, и в ситуации. Я бы вопрос хотел бы. Вот в связи со всем сказанным, тенденция понижения образования, собственно говоря, ну явная во всем мире, в связи с нашими реформами у нас, вот в Европе. Вот вопрос к Ивану. Иван, как ты думаешь, с чем это связано? Для чего, собственно говоря? Это же процесс, как бы, он происходит, как получается. Так что везде идет понижение образования. С чем связано это все? Да, ну вот я хотел бы, например, на технологии, тоже, как раз мы говорим, о модернизации. Я хотел бы, например, в технологии, так как я техническое образование, представитель, я хотел бы привести пример, сейчас связано, могут быть связаны вот такая проблема. Дело в том, что происходит очень-очень низкое количество технологий. Во всех секциях. То есть, начиная там от компьютера, там в РИЗе, вертали, вот допустим, я могу привести пример, я обучаюсь в магистратуре, то есть, получив инженерное образование, мы изучали, допустим, какие-то одни аппараты металлургические, там, произведения материалов и так далее. Вот, придя в магистратуру, я уже этого оборудования, скажем так, в лаборатории, я его уже не увидел. И проблема такая, получается, обучаясь пять лет в университете, я, по сути, ну, изучил то, что уже завтра будет неактуален. Вот, и проблема стоит такая, идти заново в университете или просто самостоятельно идти с вами. То есть, в принципе, микротехнологии меняются же. Уже, если раньше они сменялись, там, раз, там, может быть, в 20 лет, или даже гораздо реже, смотря, какой участок истории, это очень хорошо, допустим, проследить на запретении колеса. Допустим, вот, колесницы проездили, там, тысячу лет, ну, так, примерно. Поезд проездил, там, ну, корейки, в некой Европе и в мире проездили, там, 200-300 лет. А, значит, поезд, ну, основной такой этап, проездил, допустим, в 100 лет. Сейчас вот меняются тоже первонятно все эти составляющие. Автомобили сейчас меняются уже раз в год. и сами технологии меняются уже иногда в несколько раз в год. И стоит проблема как вообще вот к этим новым обстоятельствам положившимся, как на них реагировать. И поэтому, мне кажется, на мой взгляд, происходит вот это постоянное, скажем так, реформирование образования, вот, и отсюда вытекает множественные проблемы. Потому что, вот, допустим, я еще могу перевести пример раньше, а предыдущее поколение, получая опыт, они могли передать его следующему поколению. То есть, существовала что-то преемственность. Допустим, я участвовал в младших классах, в школах, мне помогал врат решение задач. сейчас, так как фактически несколько лет принимаются новые программы, в частности, в Европе, сейчас в некоторых веках поменяются программы каждый год по образованию. Поэтому уже старые поколения уже не могут в этом процессе помочь. на мой взгляд, может быть, с этой точки зрения. То есть, усложняется процесс, увеличивается количество информации для изучения, они логолизуются. количество информации, усовершенствованной технологии. Ну, а вот, понятно, а можно выделить, выделить из этих двух процентов какие-то основополагающие вещи, которые необходимы человеку для развития личности, и чисто технически, и в первую очередь давать вот конкретно основное для развития личности. очень важно, да, но здесь все-таки я бы хотел бы, как мы заявили, идеал ценности европейской молодежи, это очень важно, на суде, на мой взгляд, потому что образование-то важно, да, действительно, у нас идет дискуссия, и, опять же, я приводил пара Хабам, это один из ключевых факторов, да, процесса, эффективного, процесса глобализации. Ну, нас интересует идеал, прежде всего, на мой взгляд, Алексей. Ну, я хочу, в связи с этим, вопрос отметить, как бы я вам не сказал, в Европе, Европа это не только Западная Европа, но и Восточная Европа, в том, что Восточная Германия и Европа, в общем-то, когда-то была нашей соединительной частью, достаточно было бы, это такой вот мощный фактор, который в Европу вносит свои грамные коррективы, и прежде всего, потому, что они когда-то были составляющиеся на Гославе, на России, в Советском Союзе, они диктуют свои определенные тенденции и вставят вопрос в том, что у нас, у Европейцев, чем это там условно. То есть, если проанализировать это, то мы увидим, что, побывав в составе русской цивилизации, они, и в будущем составе западной европейской, не имели возможности для себя, особенно при Балте, сравнить два типа мировоззрения. Мне кажется, это вопрос объединения, единого государства, в частом мире. Вопрос мировоззрения это не вопрос совмещения технологий, то есть мы успешно проводимся европейскими технологиями, европейскими, какими-то нашими. Это не вопрос экономики, в том числе, потому что и там, и там мы, в принципе, могли воспользоваться избиральной буржазной модели экономики. Это вопрос военного сотрудничества тоже легко решается, в принципе. даже на уровне культуры мы способны в любви не вести диалог. А вот вопрос мировоззрения это ключевой вопрос. И он выводит на, соответственно, вопросы, в чем особенности мировоззрения русской цивилизации и, соответственно, что отлегает, кто такой русский человек, почему он непонизирован в городе, почему он, в какой-то степени, даже его боится. И, соответственно, в чем явная ценность западной европейского человека. И, решая этот вопрос, совмещая эти ценности, мы способны, в общем-то, решить задачи, найти этот самый идеал в том, что я, как бы, должен быть молодой человек, так сказать, к которому он стремится европейская молодежь, русская молодежь. Вот если сказать про русскую цивилизацию, по моему личному мнению, если посмотреть на всю историю, взаимоотношения в том, что западной цивилизации, русская цивилизация, она всегда не складник идеал распределивности, то есть, некое распределивное общее житие для всех народов. И почему она была цивилизация, потому что как раз был в одном форуме в Казани в 2000 году общался с администра образования эту тему. Русский — это не национальность, как многие считают, это цивилизационная принадлежность. Почему? Потому что есть выражения в русской татаре, русский еврейский неиз. Но нету таких выражений, как еврейский русский или татарский русский. Потому что русский — это некое собирательное понятие, и разница между народами, населяющими территорию России, заключается лишь в том, что какие-то народы, в чем, кстати, заключается проблема северного кавказа, мышли еще из рода племенного строя, и когда мы входим в соприкосновение с народом, то есть некими принципами, которые влияют именно народ, на это ставит, возникает конфликт. А некоторые народы, например, нет такой национальности Твеичного, Немногородицы или Пскович, они давно уже перешли в некую общность цивилизационную и утратили сохранить некие культурные особенности, может быть, генетические особенности, они утратили именно национальные. И получилась вот эта некая общность, которую называют русскими. Соответственно, когда она сталкивается с с европейской цивилизацией, то возникает непонимание, в чем проблема. Потому что общество в Европе устроено таким образом, что есть некая такая модель, есть народ, есть элита, и взаимоотношения они четко устаканены между народом и элитом. Все знают и свое место. И если посмотреть на нашу историю, то постоянная происходит проблема возношения от народа и элита. То есть элита занимается государственным строительством, а элита занимается... Ну, я вообще занимаюсь на основном. Наверное, может, правильно то, что буду сказать о разношенческих интересах элиты, как бы и в России, и в Европе и разношенческих интересах народа. Да, я как раз потом к этому перейти. Интересы элит как раз-таки во многом они не совпадают. Почему? Ну, это в принципе вполне естественно, что если есть какой-то национальный лидер при Балтийской стране, он прятает, кажется, от личного самолета, речной гвартии и так далее. Но интересы, наоборот, они в этом отношении совпадают. И это очень мощная платформа, потому что, в принципе, человеческие ценности не одинаковые. То есть все люди хотят жить в мире, иметь возможность получить образование, здравоохранение качественное, быть обеспеченным жителем. Уверенность в будущем. Уверенность в будущем. Когда спрашиваешь у наших восточноевропейских коллег, поскольку часто приходится отбывать в западно-восточном городе Филибалтике, я спрашиваю, а что такое? Вот спрашиваю, почему, когда вы к нам уже идете? И вот этот самый частый вопрос, который вы задаете. Значит, а что это? Что, в общем-то? Они говорят, уверенность за то, что нет. То есть, европейцы надо, точнее, мы, блин, финансовый кризис и все, что у нас есть товарищи, кто живет в городе, он может более правильно сидеть. Что касается идеалов, которые вы задумали, я вот, я вот, когда я с Божьим Меркель говорил о, скажем так, неком крахе построения мультивного общества, я бы не зря затронул принципы. До сих пор принципы были такие, что у нас существует в Европе множество народа. Вот. И каждый, каждый по-своему хорош, но эти мнения, к сожалению, противопоставлялись. То есть, допустим, я могу привести пример на особенности от русского человека и немецкого человека. А Герде когда-то написал, немец беспорядку предпочтет несправедливости. И как раз таки, а здесь противоречий есть некое, потому что для русского человека несправедливости практически первая ценность. Так вот, если раньше эти ценности вшли в некое противоречие, то есть примерно таким образом выстраивались в Минске, что существуют такие принципы, существуют и русские нехот-такие принципы. И они как бы не дополняли друг друга. Теперь правительство хочет поставить вопрос таким образом, чтобы все то самое лучшее рафинировать культуру в Расту. И чтобы они тем самым дополнили друг друга внимание в Супаре в противоречии. Здравствуй, Бисмарк. Здравствуй, Бисмарк. Да, потому что как раз Бисмарк говорил об этом. Я считаю, что соединение русского, женского начала и немецкого воревого даст некий новый инвес развития европейской цивилизации. Не ошибусь, если скажу, что по-моему ему принадлежит такая то, что сделает учитель. Ни один генерал не с одной всей решаемой в мире не исправит. Хотелось бы еще тоже в качестве стратег отметить, что все вопросы показывают в Германии, что молодежи не правят в этих пути. Значит, более 60% восточной Германии и более 30% в западной Германии становятся в пользу моделей СССР. Оставшаяся часть не в пользу национал-социалистической модели, то есть то, что было при Гитлере. То есть Германия для немцев. И как раз таки мы в общем-то видим, поскольку глобализация процесса объективна, и глобализация естественная как и любым процессом управляется, либо ведем режим самоуправления, глобализация соответственно можно управлять. И есть разные пути управления глобализацией. Тот путь, по которому сейчас идет западная цивилизация, он очевидно идет с таких экологических, экономических, в целом илосферных. Соответственно, тот вариант глобализации, который мы можем предложить или направить, он в общем-то более приемлемый для них и для нас, потому что мы рассматриваем землю как наш общий дом и рассматриваем то, что человек это логический соответственно основные ценности, так сказать, основные цели человека из Адрога и человека из России не является отличаться очень сильно. Понятно, что традиции разницы не общие, поэтому мы вполне способны совместно выработать некий российско-европейский вариант глобализации если его можно позвать. Но такое, чтобы этот вариант глобализации был безопасен как и для человека, как в Европе, так и в России, но в Африке тоже естественно, так и для друга. Хотел добавить, показать, как я сказал, Алексей буквально для вас, что в последнее время в Европе приходит понимание того, что человек входит фактически в хандлин с биосферой, то есть вот события последние как вы знаете мусиканские и от других катастрофы показывают, что существует вот такая проблема. И идем вот скажем так в гордости правительства немецкого там в последнее время на этом пути принимается большое количество шагов о ужесточении допустим экологических норм, требований к технологиям и при этом существует тенденция именно выработки скажем так эго-технологии вот а базисом является конечно энергия вот и сейчас существует ряд проектов в частности вот очень объемный проект построение европейского энергетического блока который будет базироваться в том вот ну и вкратце как я буквально отвечу это вот солнечная энергия сейчас очень большой строительство планируется в Сахаре по производству солнечных соляр с с с с существует программа развития энергетики европей 50-х годов и в этой программе важным место будет занимать солнечная энергия очень важным место будет занимать битвенная энергия то есть предполагается строительство кусту на вселенной вот гидроэнергетика развивается сейчас но есть принципиально новые перспективные исследования по поводу ощупления воды разработки мобильных двигателей и отказ от атомных источников энергии от углевых источников энергии и постепенность энергии все-таки хотелось бы у идеалов санисцем продолжить диалог это очень важно чтобы это очень действительно проблема формы решения и тогда позову позову Сергей директор мастеровского загорода на самом деле очень приятно находиться в этой аудитории поскольку я помимо общественной работы общественной деятельности еще занимаюсь ладостью и практикой и работой с молодежью часто в ну бывает светлые моменты в котором очень сильно работаются но очень часто понимая что система нашего образования о которой я понимаю сегодня мы здесь говорили устроено так что студенческий корпус у нас часто желает желательно чтобы был лучше и соответственно в данном аудитории оказавшись я я вдруг опоздав на час лета благодаря московским проводкам я вдруг оказался поймался на мысли что здесь очень интересно знаете но не так часто бывает когда ты понимаешь что действительно интересно очень интересно молодые люди очень интересный идет диагог и коль речь зашла о идеалах я бы хотел просто немножко несколько тезисов сказать потому что Алексей из Петербурга очень приятно потому что мне очень зачитало ваше выступление я хотел немножко отреагировать на него и я так понимаю вы ранее обсуждали еще проблему методологии в целом русской европейской общечеловеческой в этом плане на мой взгляд очень многие проблемы которые мы сегодня переживаем в том сковородательной системе они как раз да в целом социально-правитель они конец в том что мы все еще не вышли из той методологической катастрофы которая произошла после распада Советского Союза и праха собственно и морской линейной методологии как таковой и мы восприняли по большому счету под видом этих общечеловеческих ценностей сады западной методологии которая вошла полностью в наш в том числе учебный процесс образовательный стандарт и по большому счету все равно еще не выработано вот я вижу что она происходит эта работа но вот эта новая технология она вырабатывается научительно в течение всех этих всего-то нашего большого провала после распоропрежной системы поскольку конечно мы усвоили западные ценности которые вошли в том числе это наши дисциплины общественные да и они абсолютно не адаптированы под нашу социальную действительность и сегодня о том же мы говорим да существует каждая цивилизация имеет свои какие-то особенности когда мы говорим о русской цивилизации здесь конечно с Алексеем с одной стороны в одном соотношении а с другой стороны конечно хотел бы в некоторый момент уточнить без правил русская цивилизация обладает огромным универсализмом универсализм начало для русской цивилизации определяющий поэтому мы в течение нашей огромной истории создавали проекты которые носили общечеловеческий на самом деле общечеловеческий характер и они были выражены как ну извините за может быть не совсем корректное выражение православной технологии которая апеллировала к некому универсуму которая запечатлилась в таких как Москва третерий которая не имеет ничего общего собственно говоря какой-то возраст национальный далее у нас империя универсальная далее Советский Союз универсалетские российские идеи как таковые и конечно же во всем этом на мой взгляд важнейший ряд универсальная универсальная вещь содержится в коде цивилизационного православного спорта и в этом плане конечно можно говорить о том что русское начало не является национальностью а скорее некое цивилизационное явление но здесь очень важно на мой взгляд не перейти на определенную грань поскольку у нас существует опять же из-за проблем методологических мы в самом главном не можем поймать кто же такие русские хотя этот вопрос надуманный он вполне как бы простой на самом деле потому что если мы говорим о том что русские это исключительно цивилизационное явление мы тогда идем против некой внутренней правды поскольку мы знаем даже что даже с точки зрения я в этом году не могу это сказать и я надеюсь меня не приближет а с точки зрения даже генетики русские из-за наиболее сохранившихся и целостных этносов как таковых другое дело что под этим словом русские прежде всего имеется ввиду лекорус как этнос те от которого мы отказались в силу неких политических причин связанных с коммунистическим экспериментом скажем так и прежде всего речь все-таки идет о милитарусах и белорусах которые очень близки и составляют некое этническое начало нашим это первый момент то есть от этносы никто от этнических моментов их нельзя забывать другое дело что пристрепляется их политическая она чревата некими рисками серьезными и вот другое дело что наша особенность вот этого этнического самосознания она как раз и дает преимущества наши связанные с универсалистским началом которые на самом деле содержатся в этом универсалистском начале тоже и нынешние проблемы национальных отношений которые я понимаю здесь сегодня обсуждались уже когда меня не было они как раз связаны с тем что вот эта простая речь логическая мы ее боимся признать когда придется признавать огромные ошибки связанные с национальной политикой большевиков и которые в самом почечном их варианте были панцированы уже современными нашими теоретиками такими как Тишков и другими теоретиками национального вопроса которые боятся посмотреть правде в глаза и увидеть что именно вот в природе русского мира русского космоса русской цивилизации есть универсальское начало и оно абсолютно не противоречит началу этнического другой момент что это этническое начало еще раз повторяюсь хотел бы продолжить это этническое начало оно тоже очень является сложным поскольку если оно цивилизационно как и есть исторически связано с православным универсальским началом оно рождает те универсальские проекты которые мы можем гордиться которые дают нам будущее на самом деле только они дают нам будущее а вот если это этническое начало мы будем трактовать с точки зрения ну скажем так в меньшинстве иникультурного пускаясь в начало языческое что в принципе здесь тоже присутствует поскольку как раз это языческое начало также присутствует в той же самой манежке и в этом самом движении и она как раз несет в себе очень большой градус деструктик таковой и вот понимание этого нам дает возможность в принципе вырвать наверное методологию национальную с одной стороны а с другой стороны уже на выработке этой национальной методологии уже серьезным образом а не реализуя какие-то узкогруповые интересы говорить о ней организации России поскольку конечно я рассчитываю то вопросы которые здесь выведены конечно же когда проблема которая четко была обозначена еще замечательным героем замечательным писателем бургакова судьбой 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 спасибо я вот хотел поздравить для того что сохранение генетики как раз идеалов общества но очень желаю без предела дело в том что действительно проблема сохранения генетики стоит сейчас не более рост а это связано между прочим как раз с идеалами сообщества так как молодежь сейчас существует очень очень мало средств культурного сотрудничества развития каких-то культурных ценностей молодежь к сожалению воспитывается в лице и вот здесь тоже может быть такой диалог с русской цивилизацией в каком плане я знаю допустим что был такой раньше институт когда в образовании молодых поколений участвуют взрослые то есть не только родители но и бабушки и дедушки которые с детских лет закладывали определенные мировоззрения своих потомков допустим через аст и через какие-то литературные источники а в Европе сейчас существует такая проблема как раз она связана с сохранением генетики так как молодежь воспитывается на улице старшим поколениям некуда вложить свой опыт некому передать и они к сожалению все больше и больше заканчивают свой скажем так век данный историк да существует действительно существует огромный социальный устой düny для старых подружных людей но вот эту пробелю скажем так диалога молодых поколений и старших поколений она вот к сожалению получается страдает все с одной стороны страдает старшее поколение потому что с другой стороны страдает молодое поколение которое не знает куда вложить свои силы потому что проблема у здорового образа жизни тоже стоит очень сильно. И, с другой стороны, не получает тот опыт предков, который был наработан в течение большой жизни. Собственно говоря, сделать какие-то выводы, принять самолучшее и исключить эти ошибки молодого. Скажем, пока мы не видим. Ну и вот идеал, к сожалению, молодежи сейчас. Очень много приучек. Индивидуализм тоже играет, к сожалению, здесь какой-то такой, скажем так, негативный уровень. Потому что, допустим, все заинтересованы решением только своих проблем. Ну, допустим, помочь своим родственникам или друзьям. Здесь вот эта память отсутствует. Ну, а так как энергия, скажем, у молодого коллеги есть, они, собственно говоря, знают, на что ее расходовать. Вот. И здесь вот наша, скажем так, может быть, посильная помощь в этом просто процессе в развитии вот этих социальных институтов. То есть охватить молодежь, явить, ну, какое-то воспитание культурных ценностей, языковых ценностей, то есть вот в этом процессе не поспособствует. Потому что, к сожалению, пока что, скажем так, вот эта ниша, она не изменена. Ну, а разве нет таких, по-любому, культурных ценностей, осваивания, показывания? Да, действительно, существует так называемая «народная школа». Ну, конечно, к сожалению, в последнее время, ну, не привлекается. Может быть, она не заинтересована, наверное. Вот, пока что мы решаем тоже эту информацию, транспорту. Ну, вот, очень интересно еще раз. Меня зовут Галина Каликова, Санкт-Петербургский профессиональный университет. Я бы хотела, вот, вот последнее ваше высказывание, ваше вопрос встречное надо дать. Вы не считаете, что в рамках обсуждения вопроса глобализации, да, трассы, вопрос сохранения этноса, да, это немножко шаг назад, немножко не об этом речь. Когда мы говорим о расширении, причем не минуем, да, возвращаясь, кстати, к цитате Владимира Владимировича Путина, обязательно, процесс объективный. И если бы мы сейчас будем задать вопрос о сохранении в плане замыкания на себе, вот на руке и все. А тогда с нами в одной стране, а Башкиров с нами в одной стране, и еще кучу-кучу-кучу-кучу-кучу всех, которые тоже, тоже русские. Уже было сказано, да, то есть это не новость, это я повторюсь только, что русские, это вот, да, наверное, состояние души больше, чем нацнутые пятницы. Я, может быть, как раз хотел прокомментировать, и вот как раз задуманное вопрос еще, потому что я, в общем-то, об этом. Если посмотреть на нашу историю, то вот, например, на Север-Западе проживает большое количество финноворских народов, я даже самая часть к ним отношусь. Вот, и за это, в общем-то, я сам сегодня считаю русским. Так что, я думаю, что идентически, конечно, с нашей не будет происходить, я в общем-то, это очевидно. Но это не мешает представительству какой-то, как культурой, стал идентифицировать себя, например, там, нерманманским, или представителем карьеры. Вот, сохранить свои культуры, обычные традиции, все возможные. Вот, что, в общем-то, и делается. И, как раз-таки, мне кажется, что для лучшего взаимопонимания, вот, в том же сфере образования, науки и культуры, были бы актуальны такие вот, ну, приобразовательные проекты, совместные, ну, скажем, с европейцами, где был бы смешанный состав преподавателей, вот, о нем могли бы, соответственно, наши преподаватели обучать каким-то вещам студентов, студентов могли бы свободно общаться на этой площадке. А сама методология, поскольку она не имеет национальных краски и конситуционные, в общем-то, она общая для всех, поскольку, в принципе, мы в России умеем уже достаточно большое количество наработок влазать в это время, допускать ими страдания. Вот, то, ну, наш опыт, например, в Санкт-Петербурге, внутри этих вузах уже внедрить эти наработки, он показывает, что даже представители других государств, которые приезжают на обучение с Востока, с Африки, с Европы, вот, они с большим удовольствием эти наработки осваивают и ведут себя обратно применять. Собственно говоря, такие вот такого проекта международные, вот, и площадка, кстати, есть, может выступить, кстати, и Восточный Петров, и Балтика на базе их университетов. Они, вот, были на Москве очень отражены. Ну, я бы хотела бы слово для своего рода на Москву, поехать по вопросам идеалов исламской социализации. Восточный Петров, который приходится, довольно часто было в нашем государственном городе, в общем-то, общаться с молодой, я думаю, что он, ну, в какой-то мере, адресует ситуацию не только положение ситуации, но и по идеалу, на самом деле, который у нас. Наши цивилизации, то есть все, реально затрагивали проблемы, затрагивали. Ну, как бы, основной момент, который, с которым сталкивался, бываю, то есть Ушилки, Лосетия, в целом на Кавказе, в Абхазии, в Южной Осетии, это, что такое русский. Для всех есть определенные стилики, да, что русский — это, ну, человек, который пьет, это русские мужчины, там, женщины. Одну мужчину — это другую. Когда начинаешь с людьми, вот, когда мы отрагивали такой форум, пора мне рассказывать, что есть такое, как бы, русское мирозрение, что такое вообще русский человек, да, бываем, 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 человек, это, инсивилизационный характер, можно назвать, это состояние души, все, что будет. И людям, получается, лучше выстроить со мной отношения. Мы, со своей стороны, как человеку, знающий их культурный код, это Коран, ну, пусть не отлично, но, тем не менее, азы Корана, я знаю, позволяют найти вот этот первоначальный диалог взаимоотношений. А когда начинаешь рассказывать, что, ну, люди, вот у нас, такая-то культура, ты говоришь, ребята, ничего, в принципе, разницы нет. Вот они начинают рассказывать внутреннюю будущее, с людьми. Так, почти одно и то же, я думаю, только немножко, вот там, формы, соберем, то же самое. Так же и про измененности, так же и про именно исторические культурные какие-то моменты, я говорю, едины, различий нет. Начинаешь это выносить наверх, получается, что в окончном итоге люди понимают, ну, культуру, там, культуру, как бы, народности, проживающих, по большей части, на российской территории. Это, значит, и башкир, это иерутные, славянские, например, иногорские, они, в принципе, едины. И, исходя из этого, находя общий язык, получается выстроить некий диалог. И, на основании этого диалога, получается, что, в принципе, различий культуры минимум. Если переходить к теме ислама, и говорить о разнице в исламе, да, там, о каких-то вещах, то есть, ну, вот, зная Коран, получается так, что у них срабатывает некое, как кнопку нажимаешь, говоришь, сургус Корана, да, определенные, я думаю, несколько слов, ты становишься, словно авторитетным. То есть, все сразу, переключается, все, то есть, все облетаются, то есть, идут, все слушают. чеченцы, ингуши, то есть, не имеет значения, не знаю, языки, то есть, это как определенный момент вхождения в некий, знаете, как сказать, общее информационное поле. То есть, мы живя на территории России, приходится сталкиваться с большим количеством бережных с Кавказов, людей, носителей именно исламских, исламского мировоззрения. И, получает, чтобы нормально устраивать отношения, требуется определенное, всего лишь, знание. Русский, знание культуры Кавказа, а, ну, культуры народа из Кавказа, знание культуры русских. Потому что, приезжают, и есть определенные стратегии, и начинаются потом, войнами. То есть, вы, там, такие, там, террористы. Недавно общался с человеком, слушающим, и, говорит, Николай, говорит, это был просто честь и миф, потому что, там, шахиевы, смертники, говорит, вот я тебе, расскажу, два случая, он мне рассказал, как взрывали рынки. Он, говорит, знакомый, он, говорит, таксист, отвези сумку туда, отвозит, с другого места, отвези сумку туда. То есть, постоянно дает ему хорошие деньги. Он возит, возит, возит. в один прекрасный момент, говорит, отвези на рынок, ахмеду там монтаж, и все, деньги заберешь, и все нормально. Он проезжает на рынки, в ЖКС на рынке, который не выезжает внутри сумки. Происходит взрыв. То есть, человек никакого отношения к экстремизму, к какому-то там, жесткому выражению, в своих годах, вообще не имел, все это уже в целом. СМИ, террорист, глухабизм, и пошел по делу. То есть, по сути, отгрыли со стороны, просто все, все думают на кнопки. Вот. Как мне кажется, что идентичность русского сохранить очень важна, потому что носители русской вот этой вот отдельной культуры именно здесь появлялись такие великие поэты, как пушки. Ради Бога, процесс глобализации объективного, он идет, это естественно. Будет и генетика, я не знаю, то есть, это второе момент. То, что это идет, это объективно. Но сохранить идентичность и важно для того, чтобы в этой культуре в дальнейшем были такие же проявления для культуры, так сказать, я назвал. Взаимодействие с исламом, оно, на самом деле, идет. Но для того, чтобы ислам, ну, люди, на Кавказе, на том же самое, нас воспринимали в адеквате, надо здесь, здесь у каждого в голове, что появилось, что у нас есть в нашем культурном наследии, какое оно. Это как часть этого культурного наследия, вот я приехал в составе Грады, в Новый Грады, есть в районе. Они многие даже не слышат, многие даже, ну, где-то в краем уха. Но зато мы все знаем, что такое в Америке статуя свободы. То есть это в их культуре, в их вот этой специфической культуре, это проявление определенного символа, к которому существует статуя свободы. Вроде нам это, оно неизвестно, а вот это уже задача государства. То есть также часть культуры, которая есть, то есть вот эти какие-то вещи, чтобы они и на средствах массовой информации слышали, чтобы человек чувствовал какую-то причастность. Если у него нет причастности, он размывается и превращается на него. Я говорю, плохо, хорошо, но я практически обойдем, именно на практике критерист, установил такую вещь, что, вот много прочитав про казачество, про русских, то есть, ну как именно, племена, которые называются русские, вот люди, жившие даже на территории России, зная определенные вот эти вещи, намного проще, намного лучше получается устраивать отношения с людьми, которые надлежат к исламской цивилизации. И это как бы, даже как фундамент получается. То есть люди, типа говорят, у нас тот, а тот, ты говоришь, молодцы, у нас тот, был, ребята, гонок, и на самом деле, то есть, равны, тогда мы будем с вами на равных общаться, тогда мы теперь понимаем, какие вещи, вот примерно вот так, как бы, не буду говорить там, об арабском мире в целом, это все еще отдельный момент, то есть, что касается, что у меня, если так, то, да. Ну, я бы хотела ответить по поводу сультуры, да, Вами на следующем, Великтор, и Туркут, и Алексей тоже, говорим, вроде бы, мне хочется, причастливать себя, и считаешь, являешься, пожалуйста. Но вот, элементы культуры у нас так, у них так, мы можем совместно жить, семью составлять, наверное, на вопросах нравственности, прежде всего, да, то есть, когда у нас общая нравственность, такие, именно, основные моменты, фундаментальные, и уже, наша нравственность, наша культура наслаивается, с нашей Родиной Матерью, да, исландские элементы культуры, на общем, нашей нравственности, на которой мы вместе живем, да, и на этом власти, при внесении новых культур, при сохранении там, каких-то своих почитаний, моментов, ну, это опять же, как что-то, наверное, нельзя сказать не главное, но, можно сказать, второе, потому что, вот, то, что находится, да, в душе, в вопросах нравственности, это все-таки, на эту культуру, это уже формирует, то, о чем мы говорим сейчас. Спасибо. Ну, вот, девушка замечательного, вот, вот, самого выступления, сказал, по поводу, проблемы лобализации, и, сохранения, этнического начала, и только что, замечательное выступление, которое показало, что, вот, Николай Евгеньевич, Николай сказал, что, у нас есть, вот, общая, там, база, мероатлантическая, у представителей, русской цивилизации, у представителей, исламской цивилизации, на самом деле, это геополитический, что подчеркивается, поскольку, даже, хотя бы, то, что, наиболее, популярная, светская диалоги, среди исламского мира, это, конечно, социализм, налогового общества, чем капитализм, и, историки показывают, что, даже вот здесь, мы касаемся, чисто, культурно. Но, это, просто, я могу сказать, по поводу, глобализации, и, сохранения, этнической политики. Во-первых, я, хотел бы, быть правильно понятым, поскольку, то, говорил в предыдущем выступлении, не означает, что, как бы, этническое начало, каким-то, разговаривал о том, что, его просто нужно учитывать, да, и, является все равно, оно является основой любой, национальной, народной специфики. И, в этом плане, я согласен даже с Алексеем, когда он говорит, что там русские, не было не нация, но, хотя бы, на том основании, что, нация, термина, принесенные, опять же, все-таки, из западной методологии, да, и, в нашем, домашнем бульоне, он означает, несколько иное, и, как раз, пускай, отраски, вот, того, самого, повесенного, ценализма, когда мы, говорим о, там, о радикальном русском ценализме, например, это, в принципе, не русская природа, для чего мы апеллируем, как более свободный, начало, народ, да, под народом, понимается не то, что, понимается, назад, или потерь, нам нациях, да, мы, как раз, очень важны, еще, зрение, как глобализации, знаете, вот, такие, радикальные, русские революционеры, в 20-х годах, считают, что, когда у нас тут коммунистическое общество, универсалистское, все будут говорить на одном языке, все будут примерно, с золотистым цветом кожи, и с темными волосами, как я получал бы немножко, вот, 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 театрические идеи, связанные с тем, что, вот, общество придет к, некому общему, знаменателю, будет только коммунистический, эксперимент, будь то, глобалистский современный проект, который, там, Фукуяма сказал, о том, что конец истории произойдет, да, ну, потом уже накажется, скажем, на самом деле, еще, мало кто знает, что Фукуяма, на самом деле, говорил о конце истории, основываясь, развивая концепцию нашего соотечника, Александра Кожева, Кожельникова, вот, в принципе, в своей работе, он только об этом не пишет, собственно говоря, в конце истории последний человек, то есть, взгляд на Кожева, первый, кто сказал об этом, вообще первый, кто сказал, был гекки, был связан с тем, что, в конце истории, это некая, такая, проблема, скорее, кризиса западного мировоззрения, когда либерализм будет доведен до конца, и дальше развиваться некуда будет, и будет тупить, да, а Фукуяма сказал, что вот, царство наступило, в конце концов, в основном, что царство наступило, это вот эти все проекты. Мы же живем в реальном мире, в реальном мире состоит из открытых народов со своими целями, да, и сегодня, к сожалению, когда мы обсуждаем проблему глобализации, и проблему модернизации России, в рамках этой общей глобализации, мы, к сожалению, забываем о том, или не обращаем внимание на это, или не додумываем до этого, до этого, то, что глобализация современная идет не с точки зрения общечеловеческой гуманитарной ценности, как же вы говорите, она идет по регалам англосаксовской цивилизации. И англосаксовская цивилизация, которая является, это некий глобальный национальный проект, который задает стандарты для всего остального мира, которому распределяется в том числе и исламской цивилизацией, в том числе и геройской, и русской цивилизации сопротивляются этому. И, соответственно, если мы говорим о глобализации, мы должны, наоборот, учитывать факторы цивилизации. Этнически мы его опускаем. Цивилизации бесспорно должны быть учитывать. И на данный момент, по моему глубокому мнению, русская цивилизация в рамках англосаксонского глобализационного проекта занимает ординальную нишу. И откуда ее, собственно говоря, англосаксонский проект глобализационный и не готов упускать. Более того, эта ниша занята, и этот проект подразумевает, что никто не выпустит в рамках этого проекта русскую цивилизацию, потенциально очень сильную с точки зрения модернизации, из маргинального начала. Поэтому, вот когда мы говорим о методологических вещах, мы должны вырабатывать здесь альтернативу этому глобализационному проекту, который будет носить именно универсалистский характер, в котором будут расцветать все цветы цивилизационные и этнические в том числе. Поскольку, есть опыт исторический, посмотрите, сколько этносов вошло в рамки универсалистского русского проекта цивилизационного, и сколько сохранилось, и сколько этноса вошло в рамки англосаксонского глобализационного проекта, ну скажем так, западного, корректно, и сколько их сохранилось. И тогда многие вещи, связанные с тем, о чем вы говорите, с точки зрения высших ценностей каких-то моральных, да, в том числе и проблема этноса, будет более весна. Спасибо большое. Я согласен с вами по ряду вопросов. Дело в том, что действительно на Западе, допустим, в Америке, в Британии, в Германии мотивируются, ну до сих пор, к сожалению, может быть, это негативная такая составляющая. То есть там отсутствует национальная принадлежность определенного народа. То есть, допустим, там есть немцы, неважно, турки, арабы, африканцы, русские, они все немцы. И, допустим, в Британии то же самое, как и все британцы. И в Америке тоже все немецы. То есть вот это, скажем так, вот этот западный такой, точнее, я бы сказал, я бы выделил, это англосаксонский глобализационный проект. И, как ни странно, на Западе есть понимание, что вот это самое культивирование вот этого англосаксонского проекта, оно зашло в тупик, к сожалению, приходит в тупик. И самое интересное, что в Европе действительно задумывались над тем, что пора бы выработать не какую-нибудь альтернативу. Именно, можно сказать, в рам, как западная цивилизация, потому что там тоже существуют определенные конкретные англосаксонские идеи. И в этом отношении мне очень понравилось его выступление. Николай Викторович, он сказал такую идею, что, когда люди входят в некое общее информационное пространство. Потому что, действительно, в рамках глобализации, самое важное, на мой взгляд, это именно проблема общей диалоги цивилизации, но именно и построение единого мировоззрения. Культурные ценности, я как раз в начале выступления подчеркнул, что сейчас мы сделаем упор на то, чтобы рафинировать культурные ценности. То есть, да, есть культурные ценности Кавказа, есть культурные ценности Ислама, отдельно, русского человека, западной цивилизации. И курс взят на то, чтобы именно рафинировать, взять все это лучшее из этих культур, но объединять все это будет именно общее мировоззрение, именно какая-то общая цивилизационная идея. И я думаю, что вот в этом отношении Европа в этом диалогу именно с русской цивилизацией. Потому что есть понимание, что, к сожалению, идея глобализации англо-саксонской, она приходит в виг. Владимир Владимирович, я бы хотел пробовать с тем, того, поднято на тему развития цивилизации, а именно в Европе, то есть, традиция нашей цивилизации русской и западной. Если посмотреть на то, как развивалась историческая цивилизация, то каким образом вообще происходили страны, которым было желание расширения цивилизации, они включались в каким образом их самоидентичность в процессе подрывалась и навязывалась, ну, и в какими-то разными способами навязывалась вектор, ну, скажем так, цели, именно западной цивилизации, то есть, и тем самым утрачивалась самоидентичность. То есть, можно, скажем так, характеризовать это в такой категории, что западная цивилизация развивалась как межрегиональный коммуномерат, причем, центр этого коммуномерата, он, управление было центристкой, то есть, из одного центра и во всех странах транслировался вот этот общий вектор целей, а русская цивилизация развивалась несколько иным путем, а именно, сама цивилизация включалась в свой вектор целей и то положительное как раз, то, что находится в точке соприкосновения и стран, и тем самым сами страны, да, избавляясь от каких-то пороков, которые у каждого свои параданы, есть, избавляясь от пороков, просто естественным образом ходила, не утрачивая никакой самоидентичности. То есть, и таким образом сами цели всей цивилизации, да, в целом, ее внутренняя что ли, сила в том, что как раз шло расширение, да, различных аспектов вопросов, которые цивилизация могла решать. Причем, включение новых стран давало новоположительную импульс, вот это, ну, можно его назвать, многорегиональный блок. То есть, единственный такой был, получался. Если посмотреть на вот эти два принципа, то многорегиональный блок в принципе, не особо нужно 300 управления. То есть, мне достаточно просто единого понимания строительной цивилизации, диалоги с другими культурами. Как раз вот этой, что ли, поиска вот лучше, поэтому, что ли, выходом, в принципе, лучший способ это как раз изучение культуры, потому что, верно было сказано, что изучение Корана дает огромное, что ли, сразу открывает огромные возможности, да, для новых межкультурных. и вот это одна из особенностей, что мы изучали, то есть, русская цивилизация, вот как, русский человек, как цивилизационное явление, он изучает людей культуры, и берет из них лучшее, и создает, носят это, Бог считает, цивилизационным. очарованные страны, пресковые, очарованные страны, пресковые, это не практик, Советского Союза вообще. Ну, по-моему, 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 это, и на протяжении всего развития находит отражение, что ли, запад сейчас находится в университете, потому что вот эта модель, она с процессом реализации, особенно с затронутым, главным, принимал тему того, что технологический адм смену инфраструкционного поля, и технологий, что получается, что для того, чтобы осваивать новые технологии, необходимо быстро вырабатывать стереотипы, если раньше этот конгломерат он справляется с этой задачей, он успевал вырабатывать стереотипы, то сейчас условия изменились, и он просто не успевает это за процессом быстрой смены технологических цепочек. и в итоге получается, ну, управление все хуже, 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 потому что, ну, просто не успевает работать. А у нас, как раз, Леша упоминал в своем докладе, что сейчас будущее за развитием самоуправления на основе этих динамичных структур, которые появляются в процессе, появляется проблема, создается структура, и она не постная, очень быстро привлекает ресурсы, собирает, решает проблему, потом рассыпается. Потому что, проблема решена, структура даже не нужна. Вот это, как раз, отражение цивилизационного принципа, фундаментальное развитие нашей цивилизации. «Позвольте, я могу по поводу народа и нации, да? У меня сразу какая-то мысль оказалась связана с названием нашего другого стола. Много молодежи, напомните, когда модернизация России. Я сразу обратил внимание на то, что, когда уже зашел, услышал, о чем большую тему. Но для меня встал вопрос. В современных российских условиях, если название анализировать с точки зрения объектности, субъектности, ну понятно, что новая молодежная политика для модернизации России. Кто является объектом? Понятно, молодежь, Кто является субъектом в данном случае? Ну, с точки зрения нормального положения единого народа должно быть государство, которое должно реализовывать свою политику. У нас получается так, что у нас и субъектом, и объектом является молодежь, поскольку, как таковой политики нет. И сегодня очень, здесь то, что происходит, это выстраивание не вертикальных связей, а горизонтальных связей между людьми, между вузами, между организациями. И вот именно горизонтальные связи, которые, на мой взгляд, сегодня происходят как раз в том числе и в русском обществе, то, чего очень долго не было. Быстраивание горизонтальных связей. И вот нация от народа, наверное, отличается тем, что есть вот эти вот горизонтальные связи, народ, народ, который народил именно по линии горизонта. вот опять же, это, я, может быть, мою мысль не до конца еще такой выразил, да, но когда мы говорим о, как бы, методологии, да, то вот эти вот целационно обусловленные вещи, мне кажется, стоит на них обращать внимание, поскольку именно горизонт, да, в России это горизонт, это огромное пространство. И все, и когда наши связи социальные будут идти по линии горизонтальными, да, появится и русское, гражданское общество со своей цивилизацией цивилизационными особенностями и предложит этот же горизонтальный проект не вертикальный, не навязываемый сверху, а именно горизонтальный проект для всего остального мира. То, чему, в принципе, к чему и стремятся народы, в том числе те народы, которые выступают достаточно агрессивно против современного модернизационного такого глобалистского проекта насаждательного сверху. Спасибо, извините. на обзор права, скажите, в том числе субъекта и объекта в нашем названии, мы сейчас сегодня говорим, что целью нашего мероприятия является поиск путей, поиск, наверное, смысла, которые можно было бы вложить во взаимодействие России и Европы, причем не в рамках двух субъектов России и Европы, а в рамках одной большой Европы, поскольку, ну, сейчас говорили про русскую цивилизацию саксонские проекты и так далее. Но, по большому счету, конечно, цивилизация у нас европейская, христианская. И в каком-то смысле русская цивилизация даже является хранительницей лучших традиций, может быть... Стану я, сказал, не важно на то, что это новое знание нам было полезно. Мы ни в коем случае не должны стоять за объектом, конечно, цивилизационного воздействия. Мы можем предложить нам для себя еще Европы. Она, в свою очередь, является также субъектом цивилизационного процесса и не желает быть объектом. У нее был опыт негативный, и ей не понравилось. По крайней мере, нынешнее поколение европейцев не хочет быть объектом воздействия со стороны России. Тем не менее, может быть в качестве субъекта самостоятельно почему-то поучиться у нас. В том числе, может быть и возвращением к тем истокам общей христианской европейской цивилизации, которая сейчас играет в контрпозиции антисаксонскому правилу. Поскольку европейская христианская цивилизация с целью такого марсализма, что ли, навязывание единого стандарта, общего для всех стран всего мира, изначально по себе и не несло как раз. А вот это уже проявление более поздней, реалистической, агрессивности. для этого подходит. Поэтому мы обсудили проблему образования, очень бесконально хорошо, проблему ислам, как важный фактор жизни, как в Европе, где с этой проблемой какие-то пути намечаются, жизнь дальше. Но пока мы видим правую полу, я имею в виду с точки зрения перехода в власти в Британии, во Франции, в Германии, право политических сил, которые традиционно делировали национальным началом, в противовес социал-демократическим силам, для которых интернациональное начало было первичным. Так вот, на этой правой волне есть попытка обратиться и к заубежному опыту выстраивания отношений с Востоком, с Востоком с большой рукой. В этом смысле российский опыт, конечно, очень важен, поскольку у нас история мирного взаимодействия с исламской цивилизацией значительно поменьше 5 столетий. В отличие от Европы, которая никогда не умела выстраивать на диалог, ну вот в Испании, на сам Крым. Вроде было какое-то время существование, закончилось тем, что всех, кто не придерживался ислам, не только не придерживался христианской годы, выгнали в конце этот период за рекомплиста, но еще и потом разыскивали по метрикам, какая-то доля мусульманской, кроме еврейской, там и закончилось это все инвестицией прочими уже общеевропейскими приятными моментами. В то время, как Россия, как государство, как общество появилось, так сказать, чисто исторически, когда началась Россия. Знаете, когда Русь пришла к России? Это, ну, Глебова есть книжка, но там, на самом деле, не очень точная мысль доведена навигнаться Россией, и наша страна стала называться, после того, как при Иване Грозном составной частью российского, московского государства стали мусульманские народы по-болже. Там не всегда мирно происходил процесс объединения, хотя и мирно тоже, мы знаем много примеров. Т.е. в России немножко раньше появился, при Иване Грозном. Он появился раньше, но официально стал называться российским государством, только при Иване Грозном. Ну, все это исторически. Поэтому, вот наш опыт может быть полезен для Европы. Это то, с чем наша молодежь может видеть на диалогах с молодежью Европы. В том числе, с молодежью, ну, в разных политических ориентациях, и правых, и левых, он, этот опыт полезен для любых политических платформ. Мне кажется, что еще важным моментом является такая отдельная тема, помимо цивилизационной нашей дискуссии в плане, помимо вопросов образования, еще фактор развития именно молодежного, молодежной иноматики, молодежного предпринимательства. Здесь, ну, мы сегодня говорили о том, что формирование личности и четко гражданской позиции, немыслим, без воспитания у человека способности выражать свою гражданскую позицию, умение, да, и способности это делать, а в том числе определять разумную инициативу во всем, что касается внедрения нового научного знания, ну, собственно говоря, в жизнь, в быт, в производство. Вот, хотелось бы спросить у Ивана, как обстоят это дело в Европе, таким образом молодежное предпринимательство поощряется больше, чем в жизни. Каким, может быть, фотографии здесь существуют? То есть, где, может быть, европейский округ в своем днём округе для нас? Ну, вот, я как раз нашество вообще представляю дискуссионную клубу, мы хотим сейчас с ребятами организоваться, зарегистрировать какое-то юридическое лицо, из-за того, чтобы осуществлять деятельность, ну, я имею в виду, с точки зрения организации. Вот, и, мы сейчас как раз мониторим по поводу неких инициатив, проектов, которые могут инициированы молодежью, потому что только молодежь заинтересована ей жизнь, будущее. Вот, с этой точки зрения, она является и объектом, и субъектом, потому что, ну, она как бы формируется на будущее. Вот, ну, и как раз вот, третьим упражнём было открытие в Леринском католическом университете было открытие русского центра исследования русского языка и туры. Вот, тоже, при поддержке российского государства, при поддержке фламандской республики. Мы, как фламандское земельское береги, вот, в частности, разговаривали с организаторами по поводу вот, перенятия опыта, может быть, нечто подобное, можно, хотя бы, можно называть Германией. А, потому что, допустим, вот, в нашей стране проживает двенадцать миллионов человек, в нутральной эспаде, и в регионе полн приписано два миллиона русскоязычного территории. Ну, понимаем, что невозможно, обряд неоприятное, поэтому мы решили пойти на поддержку культуры русскоязычного. Ну, вот, с этой стороны можно сделать даже ряд бизнесов. в том, то есть, в каком плане? Ну, допустим, есть такой опыт, мы тоже общались с ребятами из Берлина, они создавали тоже аналитические, дискуссионные кружки, клубы, в том числе обнародные школы, заправилась тема. Чтобы объединить людей, развитие в том, какие-то ценности, ну, там, песнопения, значит, какие-то моменты такие. И у них такая была бизнес-идея, допустим, каждый является членом углов, взросы делает и, скажем так, они вот этим развивают свой бизнес. Вот. Ну, еще, конечно, есть некий проект как принимательские деятельности с точки зрения создания фонда, организации, вот, допустим, двусторонних встреч, конференций, вот такого плана, как сегодня проходит у нас. Потому что проблема очень много, отдельная проблема в создании общечеловеческой культуры, диалога и цивилизации. Вот. И, к сожалению, пока что вот еще вот эти темы не оплачают. Вот. Может быть, какой-то перспективен проект именно осуществление информационной деятельности, то есть создание каких-то информационных средств, допустим, тех же интернет-ресурсов, может быть, какой-то посветительской деятельностью, с тем, чтобы, а вот сегодня речь заходила о СМИ, там есть небольшая тонкость, с тем, чтобы подавать информацию адекватно, которая происходит как у нас, здесь, на специализации, так и на Западе. потому что сегодня заходила речь как раз о СМИ, я хотел пару слов добавить, что сейчас действительно такие интересы СМИ, все, что негативное, оно очень, так скажем, в России воспринимается народом очень, как говорят, хавается, простите, я не знаю, такой термин, и поэтому освещать что-то такое, ну, я не знаю, с точки зрения ценностей, национальной, цивилизационной, вроде как, индивидуально. Я понимаю, что негатив действительно имеет место в жизни, то есть, происходят катастрофы, катаклизмы, наводнения, но они не занимаются на 100% в нашей жизни. И выходя на улицу, мы видим, как умирают люди, как-то происходят какие-то землетрясения, то есть, можно прийти к выводу, что то, что показывает, предоставляют СМИ, сократить люди, оно просто не виктивно в жизни. Вот. Но, тем не менее, они поставлены в такие рамки, что они не могут неинтересные вещи с их точки зрения, и с точки зрения кого-то выдавать, скажем так, на экраны. И, вот, в этом отношении европейская политика такова, что сейчас очень большие ограничения средствам массовой информации по поводу, вот, именно, представления этого негатива на экраны телевизора. Потому что, что раз мнение СМИ не объективно жизни, получается, что не жизнь правит СМИ, ну, скажем так, а СМИ правит жизнь. И, если собранный негатив, то есть он проникает нашу жизнь. То есть, с этой точки зрения будут уже проведены ряд экспериментов, когда, допустим, в поселении, в небольшом, некоторое время дозировалась информация, то есть источники СМИ преподавали только негативные объекты жизни. И пришло такое мнение, что уровень преступности, уровень населения, уровень, скажем так, такого инициативы и творчества в виде пары. Вот. То есть, вот с этой точки зрения я хотел бы сказать, что можно создание какого-то именно вот таких информационных ресурсов, телеканалов, каких-то, может быть, сайтов, может быть, очень, конечно, такого, который, я думаю, будет, с целью предоставления надекладного времени продолжения какого-то образа России, европейской молодежи, ну, просто европейский участок, да, у нас общего какого-то, ну, с чем? Ну, ребята, кстати, затронули такую тему, очень важную по поводу социологических исследований в Германии, но я могу больше о ней рассказать, конечно. Дело в том, что там есть понимание, что то, что льется со стороны телевизора, так же, может быть, неадекватно жить. То есть, в последнюю очередь, это все более и более проявляется. мы недавно ездили в Берлин, и там очень много такой, скажем так, про-советских, на настроенном роде же, которые просто вспоминают Советский Союз, и которые понимают, что в России, на самом деле, не все так плохо, как это представляется. Вот, и 60% населения в Восточной Германии, ну, можно сказать, желают, создать некую такую модель социального или коммунистического общества, ну, именно общества справедливости. И с этой точки зрения, вот сейчас, 2011 год, российско-германский год науки и проводятся ряд встреч с тем, чтобы как раз вот этот образ России, ну, скажем так, представить в истинном свете. Вот. Но, тем не менее, тенденция такова, что я все меньше и меньше замечаю, допустим, негативное отношение к Руси, там, или, или. Наоборот, я бы сказал, от России жду чего-нибудь такого, вот, это фишка тихо. Поэтому я не могу сказать, что там какой-то негативный образ в России. Вот. В другом моменте, как это все представляет средства массовой информации, насколько они объективны, с такими временами. Ну, а вот, собственно говоря, молодежь, русские, да, Европы, которые, в России, же, каким-нибудь образом могут поспособствовать тому, чтобы, этот процесс. я думаю, да, развиваться успешно. На самом деле, у меня очень много знакомых, в частности, со всего мира, и немцев, и общаясь с русскоязычной молодежью, они тоже в своей среде общаются, и поэтому вот эта идея справедливости, она, может быть, даже некоторые не задумываются об этом, но она, скажем так, насыщает нашу жизнь. То есть, человек, получив мировоззрение, ну, допустим, в советской школе, я тоже в советской школе учился, вот, все равно уже мыслить иначе, и человека сложно это получить, даже в молодом возрасте, человек уже иначе мыслить не может. и поэтому проблема сейчас существует такая, я сейчас как раз с ребятами из Бельгии, очень много русскоязычной молодежи в Европе, в Бельгии, в Германии, во Франции, в некоторых еще там северных странах, вот, но дело в том, проблема состоит такая, как раз по нашему вопросу, они очень фрагментированные, они друг друга не знают и не общаются, вот, и вот эта проблема, мы хотим, вот, наша инициатива какая-то с тем, чтобы, во-первых, попробовать собрать всю эту молодежь, не только русскую, но и другие народы, то есть мы активно общаемся там с пользователями и немцев, и как раз вот мы недавно были в клубе, который занимается изучение парада, тоже очень интересные ребята, вот, и, скажем так, наша идея, она иногда несется в Европе, даже и не осознавая, то есть человек просто в своей присутствии, скажем так, в работе в коллективе, с людьми и людьми, он эту идею справедливости несет, и очень много людей, которые любят, допустим, работать с нашими, с нашими ребятами, то есть просто вместе с николом, потому что они понимают, да, что вот так вот, наш человек вот, да, приведет дело до конца, в виде не просит, то есть более учитывающих, вот такие какие-то инвестивности есть, поэтому вот это будет очень большая конструктива, вот, вот, как раз и интересные все эти вопросы. Вот, Господи, я вот опять же вернусь к Кавказу, я вот хотел бы разделить еще вещи, вот, как говоришь, идеи справедливости, все же так же за кругом столом себя, это души, и Чаркеса, и Дагестанца, и Осетия, то есть и православный, и исламский мир, он четко излечается культурной составляющей, и некими народами, когда вот, то есть Абдувичи, Абдувичи, то есть и исламское, это две совершенно разные вещи, особенно это у чеченцев проявляется, столько противоречий, и то есть и каждому из них, я разбавился в этом случае, приводится здесь делать выбор, либо это культурно он выбирает, либо он выбирает именно, ну тоже культурно, на основе ислама, то есть противоречия очень серьезные, внутренние, поэтому, когда я говорю, исламский мир Кавказа, исламский мир, там арабский, исламский мир, туда дальше, да, это тоже совершенно два разных мира, потому что культура кавказских народов, она очень тесно переплюнаема с нашей культурой, и многие вещи настолько идентичны, что вот именно вот в этом хотел бы, в аспекте еще поговорить, и вот мы говорили про справедливость, и ничего нет, мы говорили, Коля говорит, я, говорит, зарабатываю, 10 тысяч рублей, у меня семья там из двух там детей, говорит, я элементарно не могу прокормить семью, ну таксист, я бы вот в основном дом предприятию пойти, не пошел, а второе не пошел, я никогда не стану убивать людей, говорит, это не мое, я не воин, я, говорит, я умирный человек, но у меня, говорит, мать моя получает, говорит, в инвершете, две с половиной тысячи рублей, учитель высшей категории со стажем, две с половиной тысячи рублей, я не знаю, почему учитель с большим стажем, и вот, поскольку человек говорит о социальной справедливости, когда мы присутствуем на предприятии, половина, ну не половина, меньшая часть ребят, которые там присутствовали, это ребята из благополучных семей, которые живут нормально, и большая часть, которых из благополучных, и вот эта вот, настолько яркая была линия, то есть вот она вот разделяла, прям в виде, не ислам и православия, а вот именно люди, которые в глаза, вот они вот сидят, спокойно могут поговорить, они, ну что вы тут напрягаете обстановку, ну все же нормально, все хорошо, и сидят те, которые не очень возникнут своим социальным состоянием, и вот этих вот, они вот сидят и горят, и вот горят, когда человек вот переходит вот от социального недовольства на вот такую ваххабистскую часть, да, когда он идет и убивает, то есть ну вот, именно вот она больше влияет, и вот мы с ним разговариваем, вот Коля говорит, зачем мне ехать в Россию, зачем мне ехать в Москву, там банки зарабатывать, я у себя здесь дома, хочу жить, хочу трудиться, но если он живет в одной великой стране, давай сделаем так, чтобы, ну вот там скажи, говорит, в Москве, говорит, чтобы у нас производство какого-то строилось, я пойду и разговариваю, пусть я буду получать 20 тысяч, но я буду получать стабильно, ходить туда, говорит, и все, то есть примерно вот такая вещь, поэтому как бы культурная, вот эта исламская вещь, и социальная, она социально очень сильно влияет, да, по сути, и дальнейшие действия, и, как мы говорим, нравственность, система нравов, идеалов человека, то есть, она что же, он родился, жил в семье учителя, по какой-то причине он стал убивать, вчера фильм смотрел, застава там, да, где в Таджикистане, они границу охраняли, помните, как Советский Союз распался, и они, там, англанские эти, наркотики провозили, огромный отряд, и, ну, там, 20 человек погранцовцев сопротивлялись. показывает, показывает, где там приходит к нему, таджик, ну, кушкун, у него звезда, герой Советского Союза, и вот он общается с ваххабитом, который человек, который, которого он воспитывал, с его же аула, с его же кислака, и вот он говорит, говорит, ты, говорит, предатель наш этому, который со звездой, он говорит, знаешь, я в 41-45-м знал, за что я воевал, говорит, я не предатель, я воевал с великой страной, то есть, любит его общественность, культуру, а за что ты воюешь, я не понимаю, и вот даже вот это, понимание того, что, по поводу, там, ислам, вот очень тесное отношение к ауле, к тех же ребят, патронцов, православных, да, и мусульман, то есть, и, по сути, вот это вот, стирание вот этих храмов, вот, и говорим о нравственности, она, естественно, с течением времени, то же самое, обладает он в эту среду плохую, он меняется, он становится жестче, он становится еще как-то, то есть, человек сам по себе, нравственность, ну как, по-моему, получается, что нравственность не может играться с субъектом, то есть, нравственность, это всего лишь, признаки, с которыми человек смотрит, и формируется, она на основании той окружающей информации, которая у человека идет, то есть, ну, примерно так. Добавить тоже, только моя специализация, это ислам в современной Азии, в частности, Иран, вот, добавлю то, что, действительно, у нас есть очень большой потенциал для объединения, то есть, в том числе, Иран, он может когда-то стать даже нашей республикой, в общем-то, и есть там такие, упозрения даже среди жителей Ирана, вот, в смысле войти, равноправно, в нашей специализации. Тогда мы уйдем боюсь в Сулахе Америки, да? Ага. Ага. Потому что, ну, у нас, конечно, с Ираном были достаточно сложные отношения, но, конечно, это были отношения ЛИД, то есть, царской ЛИД и ЛИД Ирана, шахов там различных, вот, ну, яркий пример в истории Ирана именно, это когда были по течению войны, в соответствии с договором между нами британцами, были введены войска, британцы заняли юг Ирана, и, соответственно, север, то есть, посередине, где-то встретились. И, чем занималась советская армия? В общем-то, она, естественно, не воевала, но те, кто там находились, они занимались массовым строительством объектов социальных, например, больницы, школы, и так далее. Поэтому британцы это до сих пор помнят, вот, и когда они приезжали в ШУРОИ, то бишь советский, вот, они готовы все там нельзя сделать, там, в три дешево продать какой-то товар, в общем, насколько они уважают очень русский. Ну, правда, последнее от события, опять же, взаимоотношения ли пор за это дело, но отношение дел по прямому сохраняется. Так вот, проблема, о которой хотелось сказать, это то, что клочва для объединения нашей цивилизации, это, во-первых, общечеловеческие идеалы, которые одинаковы и у иранцев, и у русских, и у других людей, а также и Коран. Но проблема заключается в том, что те идеалы, которые описаны в Коране, в общем-то правильные, по своему существу, то, к сожалению, многими арабскими народами имиданцами, они не изучаются. Поэтому мы сталкиваемся с такими двумя явлениями, что есть коранический ислам, тот, который изначально был, и то, что исторически сложилось. Вот исторический ислам очень сильно различается в разных странах, исламских, и, прежде всего, отличается от самого Корана. Это главная проблема. И в этом я вижу, так сказать, эти проблемы северного Кавказа. Постольку, ну, когда общаюсь с читателями, многие из них Коран, в общем-то, даже не откроют. Потому что считается, что, так сказать, миссия длежит на священников, молодых и прочих, и они уже объясняют. Но объясняют они, так сказать, меру своей испорченности, меру нравственности. Но все-таки там количество знающих Коран больше, чем в Европе, в Тавстане, в Карпостане. Там вообще... Даже если человек читал Коран, это опять же вопрос, как она понимает. То есть, нужно управлять определенным мировоззрением, в том числе определенной технологией, чтобы раскрыть. Иначе говоря, не появилось какое-то ажурное количество тассиров, которое толкует Коран, как команды. Вот. Но если действительно адекватно, тут проблема в чем? Проблема в том, что Коран тоже был дан на языке арабском, да? И тут проблема перевода на другие языки, проблема понимания переводчика отстает. Вот. Русские переводы тоже достаточно многословно себя сопоставляют, чтобы, сам если знаешь арабский, насколько, к счастью, преподавание, то можно объединить. Но, в то же время, при всех этих сложностях, Коран является таким достаточно мощным инструментом, с помощью которого можно объединять, в том числе, показывая, к примеру, взаимодействие России с нашими мусульманами, в том, что в первую иерусскую цивилизацию встретилось исламской, может быть, не 500 лет, даже больше, потому что, непонятно, извиняясь, во всех государствах во всех Аббулгарии. И исламы, они приняли как раз… Сейчас, как раз, идет у нас спор среди мусульман России, какой регион у нас старый, бреженцев, исламы, не старший, так что… В одном случае, вроде как, добровольно мы приняли с нам, по-моему, как Благодарю, а в другом случае мы привнесем раньше, да? Можно вопрос, если такие вопросы поднимать, какие цели у нас есть? Кто? Ну, честно. Сколько раньше? Что? Ну, цель здесь чисто информационная. Вы знаете, что несколько городов одновременно смотрели заявку, чтобы считаться третьей столицей России, да? Ну, Казань, Нижненога, Зеленка. То есть, то же самое, что раньше было отмечать тысячелетия ислама в России. тысячелетия, полутора тысячелетия. Вот. Поэтому, здесь я бы не сказал, что в Новосибирске борьба за первенство, в том, чтобы быть первоисточником, да? Скорее? Ну, самое главное, что есть тысячелетний опыт взаимодействия с Исланом, и сначала просто как соседи, а потом уже в составе, когда включили, то есть на старт. Вот. И есть, в общем-то, чему получить у остальных. Вот. есть достаточно северная платформа для будущего изменения. То есть, я прочитываю, что у меня по времени, ну, это примерно час, по времени, даже меньше, по времени, да? То есть, мы как бы уже очертили проблему, проблем, по времени, нам надо как-то сейчас подойти какое-то общее изменение, решение. И по результатам попробовать что-то по документам выдать решение круглого стола. – Давайте, может, подумаем, какие еще у нас могут быть с точки соприкосновения у нас, по всей европейской, где мы могли бы обладать конструктивный диалог по-миному теме цивилизации, по-миному теме взаимодействия с исламской цивилизацией. – Фактически, 2 февраля в Сталинград был я привязанным гостем из Литвы, литовских евреев. Они не владеют в Литве бизнесом. И вот просто за счет того, что я этих людей не знал, когда нам получилось, попросили их повозить, завязался. Была организована площадка, такая, произвольная, где мы, по сути, договорились о неком взаимоотношении. Молодые ребята из Литвы и я, мы договорились о том, что у них есть бизнес. Они говорят, давай, в Кавказе сделаем так, чтобы часть этого бизнеса была у тебя. То же самое мы договорились на Кавказе. Опять же, площадка, не просто собрались, поговорили, а мы до того, чтобы был в торге, я говорю, на Кавказе, я говорю, ребят, давайте, поговорили, обсудили, все подружились, или наоборот, этот враг, этот друг, а давайте, так как практическим путем, давайте, у кого что есть, давайте, на базе, вот, сотрудничества, сотрудничества, как одно из проявлений нашего совместного, как бы этого. И вот, ну, с Абхазами я пытался, Абхазы, это тяжело. Абхазы, вот, лидовцы, да, то есть, ассентимы, тоже нормально, сейчас мы пытаемся, проекты реализовать, то есть, площадка не просто собраться, поговорить, а площадка с неким конкретным, одном из, бизнес, какой-то, совместный, территорий, в России, что у вас есть, что у нас соединим, давайте получим, что-то, конкретное, может быть, еще какие-то там, ну, другие сферы. Вот, 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 что я должен, к тому правилу, мы отработали. Пожалуйста, вот, вот, есть там, методологии, в науке, в том числе, есть некие проблемы, не только, конечно же, является, аминус, скажем так, тех мест, где развитие технологий сейчас даёт такой, общий мировой тренд. поэтому, действительно, очень много европейских бизнесменов, и, в том числе, молодежи, тут много, кто хочет просто осваивать новые моменты, в частности, тема нашей беседы сегодняшней, модернизации России. Вот, пример, где, может быть, какой-то технологический бизнес со своими участием. Потому что технологии, я бы сказал, в Европе, ну, не только, скажем так, просто развитие технологий, а направление сейчас в ту сторону, развитие эко-технологий, новых внедрений, то есть, совместно, скажем так, работают и научные. Дополнение Ивана, он говорил, что западная цивилизация ведет биосферу земли в тупик, и все так и прочее. На самом деле, это тоже не совсем так, потому что на западе там разные силы действуют, в том числе довольно сильные повраничные движения, которые, которые не хотят изменить. ну, класс жизни, любительность, уметь, потребности, технологии, правильно развивать. И, в дополнение Ивана, хочу сказать, что нужно обмениваться, да, развивать технологии, не ради технологии, а все-таки обмениваться странами. мне кажется, что именно вопросов таких экологических проектов, поселения, всевозможные технологические внедрения по забережению, помню, отсутствие переработки, мне кажется, не перспективно, и в плане бизнеса, и в плане просто очень много того, что ограниченные технологии качественного введения уже на этапе манерования будущего экономического пространства должно удовлетворяться демографическим условным потребностям любого сообщества. Мы с целенаправлением должны понимать настигление демографическим условным потребностям и паразитическим условным потребностям. то есть это выражается простым языком демографическим условным потребностям выражается в жизни потребностям человека то есть качественные идеи, одежды, питания. А паразитические в качестве примера можно привести отравление табачными химикатами, ядами, либо отрасли современной экономики, которые нарушают генетику человека, то есть его биологическую составляющую. То есть в данном случае мы говорим о технологиях и с этой позиции. Разделяем масштабы любых сообществ производства потребностей потребностей человек развивается им классификацией демографических условий и политических условий. в том что будет будущее в том числе за некоммерческими проектами которые будут преследовать целью создания бизнеса в том числе на основе технологии и целью извлечения это главная проблема в ружьяной либеральной модели потому что там человек экономики даже если это технологии а именно подход экономики для человека то есть некоммерческий подход что главная цель не извлечения прибыли а подтверждение потребностей всех участков данного проекта то есть потребности людей в жилье в одежде в образовании и поэтому деньги как цель они теряют свою ценность и сами деньги то есть приниматься деньги в общем там просто она со средством информации которые обеспечивают процесс товара обмена и потребления этих товаров в этом смысле могу добавить будущий участок в проекте международной информационной политикой молодежи там был собран молодых ученых и завязался в общем-то диалог в ходе которого выяснилось что участники круговых столов в своем большинстве в общем-то они понимают зачем заниматься инновацией молодые ученые а вот хотим надо в итоге немножко подумав выяснилось что вроде как деньги надо а деньги нужно если так вот паспекту интересов опять же разбросать то можно все свести к нам извиняюсь мне все за термин так все вот интересно и вопрос у нас такого потенциального инновационного конечно понимание тем не менее печально ребята писали работу собрались немного но работа будет интересной многообещающей а на выходе получается люди не знают зачем инновация для чего занимаемся потому что занимаемся как герой романа фирма это потосов почему делитесь одежды вот это такая инновация то что мы начали с именно все по и что необходимо воспитывать определенное культуровое мышление культуровое мышление оно проистихает идеологии ценностей которые несет человек если посмотреть на глобализации собственно с которым вообще нашли то это создание общежития в котором будут некие общие принципы если так вот посмотреть что мы можем предложить то это исконная наша древняя что ли соборность соборность общинность справедливая общинность которая ориентирована на справедливость и как раз ориентации экономики экономики для человек у нас уже президент и премьер высказывали что экономика она должна быть в первую очередь какие наши цели наша цель человек для того чтобы определить что есть демократические обусловленные потребности но еще нужно с точки зрения этой социально-экономической составляющей есть еще психологические составляющие которые мы говорили сам в начале то чтобы если наша цель цель человеку то надо понять что это такое поставить вопрос кто такой человек и найти на него определенный ответ и эта задача одна задача системы образования потому что система образования как раз в первую очередь ориентирована на воспитание человека это и первейшая цель всей системы образования и так вот что мы какими мы скажем так показатели образования в первую очередь чисто социально-экономическое оно должно быть в обществе должны быть сформированы условия равного доступа к образованию здравоохранения ну в первую очередь образование для для не было ситуации когда идет расслоение да потому что богатые могут получить образование да талантливые ребята полные мышцы минимум да качественные образования все он должен делать само внутренняя суть образования тоже должна измениться то есть необходим индивидуальный подход не просто который ведет индивидуализм в крайних формах а еще и формирование навыков коллективной деятельности и в первую очередь навыков как индивидуальные индивидуальных навыков навыков самописи ну что ли познания и творчества так и коллективных навыков выводки общих мнений получения получения искусства идеалектики да очень несколько идеалектики и тут ну это такая большая что ли методическая методологическая проблема которую надо решать и решить ее сверху то есть сканапт дает дав получения невозможно необходимо создание в обществе субкультуры если брать всю систему образования то это что ли общественная в целом значимость касается всех в обществе вот некая субкультура решения проблем причем когда люди сами стремятся к тому что во-первых получать знания в управлении получать знания о том вообще как что только познание самостоятельно стремиться к тому что дальше указание сверху решать проблемы учитесь этого не добиться сверху можно создать условия которые будут способствовать формированию культуры в обществе и тут очень важно как раз связка молодежи и структуру управления то есть как раз те социальные листья о которых они ведут деградации общества и это по сути является обратной связью от народа государства соответственно если государственная структура удовлетворяет потребности народа будет поддержки поддержки социальной справедливости и общественной справедливости в целом народ будет поддерживать как раз те проблемы которые было обозначено что нет поддержки государственных институтов и внутри что с вами такие показатели идей идей и ценностей которые должны быть тут еще что-то важно что государство не просто должно декларировать что мы за социальность проявились мы сами должны следовать это очень важный важный аспект необходимость создать условия в системе управления которая может быть ответственность за ответственность управленцев и создание неких специальных условий для этих управленцев потому что как сейчас посмотреть был проведен эксперимент прожиточный минимум в Екатеринбурге знаете студент проводил на самом деле себе эксперимент прожиточный минимум и он задал такой простой вопрос почему размер прожиточного времени устанавливают люди которые прожиточным не живут то есть им был поставлен такой вопрос и на самом деле вот если так посмотреть то наверное более справедливо было бы чтобы чиновники взяли местного района имел бы зарплату среднего по району или даже ниже среднего для того чтобы он чувствовал на себе то как вообще живет ну что ли это то население за которое в принципе отвечает делами общественными значимыми для них он управляет чтобы он чувствовал ответственность определенно и себя ощущал вот это то как живет те люди за которых он несет ответственность ну это скажем так тоже отдельный вопрос ну в целом и у нас большой блок по русской цивилизации отличие от западных особенностей которые послужат объединения да можно определить это как универсальность цивилизации впитывание лучшего использования как раз богатого опыта взаимодействия да и на основе этого опыта как раз можно строить и диалог Европы объединенный да и диалог с восточной цивилизацией и диалог дальнейший и диалог уже с американцами потому что они все-таки там довольно в особо не живут и я думаю что ну просто на то моё мнение что они к этим проблемам к решению этих проблем и вообще вот понимание да это последний то есть европа уже будет понимать это а вот американцы будут неизбежно власти люди которые первым делом то есть чуть демократии и последние события показывают что Тунис с трудов гибель это простую у меня возник образ нашей беседы после слов с есть известные случаи когда состыковывались по космическим кораблям союз и произошла удачная состыковка герметические швы и началась аппаратная ритмическая система жизнеобеспечения и не получилось стали разбираться выяснилось в чем что со стороны Аполлона значит приоритетность выполнения задач была первое это сохранение техники а в союзе это сохранение человека прежде всего что для одного для другого ошибка я к сожалению не нашел материала как же они перешли продолжать немножко дальнейшую тему что мы все живем на одном космическом корабле под названием земля вспоминаю что у нас была такая международная космическая станция мир вот все таки хотелось бы чтобы цивилизация косила космилат которые находятся на нашей международной космической станции жили с позиции мира садились понимали о том что воевать тупик для нас для всех потому что никуда не денешься в принципе пока и нужно садиться на стол переговоров понимать выработать общественное видение дальнейшего развития всего общего команды pilot цивилизации оператив цивилизации Мы стали обсуждать проблемы, которые есть. И по сути дела мы коснулись русской цивилизации, исламской цивилизации, западной цивилизации. Везде проблемы одна и та же. Разобщенность, одиночество. И то, что там будут с собой разные социальные группы, но сейчас внутри даже эти социальные группы люди друг с другом не могут найти общего какого-то языка. Как говорится, я опять возвращаю ваше внимание, не барака по демократии, а те искусствоведения беседы. Это диалетика. Это приоритетная вообще задача. Нам изграют, в общем-то, это по-моему. А дальше уже мы не пошли. Это проблемы мы разбираем. Мы будем разбирать. Мы будем разбирать вопросы о модернизации. Да? Новая молодежная политика. Политика для модернизации России. Вот. Там, в Керсене, нахабринность, мы вышли на образование. Увидели, что образование, так как решающий факт процесса модернизации, поставили вопрос, был поставлен, что когда в начале 20-го века Россия совершала проблемы, называются индустриализация, была создана соответствующая система образования, была заточена под соответствующей задачи. Соответственно, у нас сейчас задача модернизации России. И у нас должна быть соответствующая система образования. Наука соответствующая должна быть. Сюда же у нас инновации завязывается. Сюда же у нас и бизнес завязывается. Все связано в единственное искусство. И тогда стоит вопрос. Вот этот баллонский процесс, он решает задачи модернизации России и, как рассветило нам встал на год, наш товарищ в Европе, у них там такого вообще-то проблемы просто не стоит модернизация. Баллонская система решает задачи модернизации, по крайней мере, европейской цивилизации. Что же говорить тогда о наших проблемах, что это на таком речи? Вопрос о самом деле модернизации, потому что, когда я говорил, я повторял вопрос, что модернизация это выход на уровень территорий страны, а вопрос, кого считать передовой страной? Кого считать? Если передовых стран нету, и у них вся проблема, получается, в общем, модернизировать. Вот это еще один важный момент. Это, на самом деле, так сужается, между вопросом, потому что модернизация это не обязательно выход на какой-то уровень, это есть просто процесс замены чего-то старого, а чего-то нового. Мы можем тракать, потому что мы ориентируемся, как сейчас у нас принято говорить, да, какие-то там европейские цивилизации, а может, они тоже нуждаются модернизации? А иногда надо сопоставить в сфере модернизации, в социальной, в идее. Надо поставить вопрос об аварийной модернизации, то есть, когда вы придете в полонку, и требуете его срочно починить, потому что модернизация постепенно, это просто называется развитие. Тут просто вопрос еще, старая советская парадигма, догнать и перегнать Америку, да, к определенному году. Это, в принципе, мы примерно то же самое и делаем. Уже в менее, теперь, это что, Португалия, да? Это, ну, да, в самом деле, есть. Вот, и здесь вопрос, я согласен, в принципе, с таким, как мы говорим, с таким, как мы говорим, потому что вопрос должен стоять, наверное, в той инновации, которая позволит дать что-то абсолютно новое, выйти на качественно новое обозрение, в том числе не только в нашей стране, это скромное, но и в своем человечестве. Именно в этом состоит смысл тормозных технологий. А мне, кстати, все-таки кажется, что тем кругом интеллектуальным, который сегодня демонстрирует наша молодежь, мы сможем быть и на то. Ну, я бы сказал, что вы, например, занимаетесь не только вопросом военной модернизации, но еще определение того, что такое модернизация, потому что был в Санкт-Петербурге форум для инноваций в образовании, и вот обсуждались инноваций, инноваций, говорили, много раз говорили слово инноваций, потом, в конечном итоге, все-таки, задался вопрос, что такое инновация, да? И серьезные люди сидели с ним, то есть совет, и объявили так, инноваций, это игра такая. Монопольная игра была. Что, да? Ну, так и нужно совсем остаться в Молдове, да? И тут надо, ну, то есть, если у нас непонятно никому ориентироваться, да, модернизация, да, тут ставится вопрос, что, собственно, модернизация проходит, потому что, если взять вот смысл, который вы в него вложили, да, в первую очередь, это образование, это еще не показатель, какие есть, что технологическая сфера, да, она является производной, образованием, то, если говорить, вот, скажем так, будем, о той модернизации, которая говорится в основном, в официальных сми, то чаще всего имеется в виду техническая, догонка техническая, в техническом плане, там, американцев или, ну, да, с акционской цивилизации. Это все же общество, модернизация, да, в первую очередь, экономика. Не совсем, потому что, какого ориентироваться, это очень важный вопрос, что у нас сейчас локомотив развития экономики мировой, кто вытащил минус кризиса? Например, в США, или, может быть, Европа, или, может быть, там, Китай, здесь могут быть с разной точки зрения, на кого вообще ориентироваться. И мне кажется, что, на самом деле, правильным пониманием термином модернизации было все-таки преодоление элементов медленного развития, да, то есть модернизация – ускоренное развитие. Сморенное – это… Совершенно необязательно, что для этого нужно обвинить без собой совершенно точную цель, да, в виде вот создать такую модель, как какой-то, как, в этой стране. Ну, в данном случае мы говорим о преодолении разобщенных в обществе, не только российского, если я правильно понимаю. Соответственно, это тот фактор, который сдерживает модернизационный процесс. Конечно. Да. И в этом смысле, когда есть какая-то проблема, как нам научиться находить друг другу мучий язык, не говоря уже о том, что мы уже модернизационные психиологи. Вот. А что касается, я это понимаю, каких-то уже конкретных практических проектов финансового, ну, в частности, бизнеса, то это могут быть пилотные проекты, в которых могут участвовать молодежь, как и в России, как и в Европе. И в процессе реализации этого проекта происходит очень-то объединение, интеграция культур, узнавание друг друга. Но это должно происходить не по факту, а предварительно, то есть, должен идти процесс изучения культуры. И, прежде всего, на мой взгляд, русский, тот, кто себя считает русским и называет русским, он должен быть в этом смысле лидером в изучении и освоении других культур, при этом не забывая свои традиции. Абсолютно скучно. Да. Вот раз. Вот это, пожалуйста, можно сказать, что русский человек должен быть лидером в освоении других культур. Когда он станет лидером? В изучении и освоении, да, при этом сохраняя свои политичные. Когда у нас мотивационный процесс внутри страны и во мне он будет делать деньги? Хотелось бы отметить, что необходимость модернизации возникает только тогда, когда общество переживает некий кризис. То есть, нормальная, равномерная разность общества научилась. И, кстати, еще мы можем начать на короткие столичные взрывы преодолевать расстояние, которое в другой обществе прошло за 100 лет. И, соответственно, исходя из этого, то встает вопрос, а что привело к необходимости модернизации? То есть, почему случился кризис? Поэтому для того, чтобы прежде чем находить рецепты решения этих проблем, надо выявить причины этих проблем. Если я правильно понимаю, сегодня мы пришли к выводу, что причина этих проблем – это концепция управления глобализацией в Затуме. Она не привела, в общем-то, к этому кризису. Поэтому, прежде всего, стоит нужно поставить вопрос о совместной выработке новой концепции управления глобализацией. Да. И здесь, опять же, русскому человеку отводится ключевая, по факту истории, то есть самой России, СССР, Российской империи. Вот и сейчас, что мы здесь сидим, это проблема государства, мы так и ставим. Русский человек способен к изучению своих культур, при этом не размывая эти культуры. Как это мы видим, мы видим на саксонской перфи западной цивилизации. Интеграция путем на забывание, уничтожение национальной культуры. Особенность, как и считают, под соусом индивидуализма, по сути дела, происходит уничтожение индивидуальности на самом деле. На западе индивидуальность в будущем пойти поискать. Потому что, что не директор, не индивидуальность, что не вон, то царь падежка. Путей как раз для сближения и выработки, в общем-то, можно видеть, что есть, это, самое главное, влаженческие вопросы, это вопросы культуры, вопросы технико-технологические, вопросы экономики, вопросы все, что связано с генетикой, то есть здоровой жизни, как вы говорили, ну и вопросы безопасности, естественно, коллективной. Ну, тогда мы на этом положим минуту, и мы сегодня закроем наш круглый столб. Благодарю всех за участие. Спасибо. 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 Спасибо.